Мы в эфире, как бы, да, эмфире, как бы в эмфире, ты видел сегодня картинку, типа, завтракаст раньше, типа, привет, дорогие друзья, хрю-хрю, ла-ла, дра-па-па-ля-та-па-ля, и всё прочее, начинаем новый подкаст, завтракаст теперь, драмствуйте нам, драмствуйте нам, драмствуйте нам. После появления мема в продуге Chims. Так и есть. Примерно так это и работает, правда. Нет, так не работает, вы можете прекратить, если очень захотите, ну, если, как бы, вы не будете настаивать на... Мы просто старенькие немножко, значит, такие, типа... Да не старенькие вы, камон, блин, кому, блин, рассказывайте, нахуй, я... Мне 35 лет, блин, я вообще по жизни чувствую себя, блин, 13-летним ребёнком, который, ну, чуть-чуть вырос. 30-летним ребёнком. Знаешь, я как Гведон Вишневский, вот, не было у меня детства, родился, сразу старым стал. То есть, ну, не к полности у меня не было. Многие люди, кстати, путают старость с серьёзностью, на самом деле, потому что можно быть и в 70 лет весёлым, таким, позитивным дедом, который, знаешь, там, типа, ха-ха, дёрни за палец. Вот эта вся история. Но, как бы, не все люди такие. Некоторые в 70 лет, а то такие, блин, умудрённые жизнью, старцы, знаешь, там, вот, так это работает. Вот. Поэтому не путайте старость с мудростью, это разные вещи. Максимка, мы, правда, старенькие, у меня вот спина болит. Здравствуйте, с вами подкаст «Послезавтракаст», и сегодня мы расскажем вам о лучших мазей от растяжения спины. Да, опять Максимку не слышно, нихера, ну, это нормальный являет. Э, никто его не слушает, правильно, хули его слушать. Он не в микрофон всё равно говорит, пошёл он. Слушай, ну, вот сегодня, у меня вот сегодня, например, написали, что... Кажется, ты мразь, а. Вы знаете, я слушал ДТКД, короче, Тимур, а почему вас Дима с Максимом всё время перебивают? И почему не дают вам досказать? Я такой говорю, да не знаю. На самом деле, мы такого не делаем никогда, пошёл ты. Абсолютно точно. И вы знаете, мне так стало грустненько, потому что я про столько классных штук хотел рассказать. На самом деле, я каждый раз никогда не перебивает, всё нормально разговаривают всегда, никто не перебивает Тимура вообще никогда. И я просто хотел рассказать про Хитя. Потому что, зачем перебивать Тимура, если... Тимура такая. Ты знаешь, я сегодня... Ты забился, короче, да, я понял? Я сегодня мыл посуду, короче, подумал о том, что... Надо сделать себе отдельный подкаст, короче. Я бы, знаешь, вот как Андрей Барышников, короче, в своём лаудмере такой, типа, идёт. Напиздел что-то там на телефон, короче, в диктофон, там, знаешь, типа, иду, вижу. Знаете, как Чукчи, помнишь, такой, типа, что-то вижу, а потом и пою, как бы, да? Вот, и вот я тоже думаю, надо такую тоже сделать. Знаешь, рассказайте всякие штуки, что меня там беспокоит, короче. Я просто, когда монтирую, всегда смотрю хронометраж, кто сколько напиздел. Ну вот, кто сколько напиздел. Ну, то есть, там, Максим наговорил в подкасте, там, на 8 минут, там, условно, да, из... На 8 лет, да, Диму на 11 строгача. Ну, типа того, да. Ну вот, и 90% нашего хронометража занимают монологи Тимура, которые мы очень редко, но метко, перебиваем вот этими смехуёчками и прочими. Вот, так что, кому бы, блядь, ты жаловался, а, что тебя там, блядь, раз в год перебили, камон. Ну, то есть, нормальное явление, чё ты? У него, у него есть дата, он монтирует. В ДТКД у нас наоборот, да. А мы просто отрываемся, там, за подкастами. Я тебе, сука, статистику покажу, если ты мне не веришь. Он такой, нет, я не верю. Потом показываешь Тимуру из трёх часов, он наговорил два с половиной. Дима, ты опоздал, я уже зарегистрировал свой собственный подкаст на Яну Корею. И чё ты там будешь делать? Как чукча, говорю, буду ходить, чё вижу, чё говорю, чё вижу, чё вижу, то мы говорим. Раньше была такая категория... Едет автобус, синий. В живом журнале жаловался Ладдыбур. Ну, типа, Ладдыбур, это в русской раскладке на клавиатуре слово «дневник». Ладдыбур. Ну, то есть, вот, по-английски «элайл игрик». Вот. И там вот именно «дорогой дневничок», знаешь, такие, типа, сегодня погода такая, не очень. Я сегодня еду там по важному заданию. Но на самом деле я думаю о том, как нам забыть ту ночь. Нет, я просто представляю, как Тимур идет по Москве и такой, я в своем создании, познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов, триллиардов лет проживаю на триллионах этих планет, понимаешь? Вот и так 25 минут. Ну, за густой, я бы послушал. Тьюжин занесет тысячу рублей. Спасибо тебе, брата. Спасибо. Спасибо тебе, друг. Вот. Ну, в общем-то, пацаны. Мы сюда все просили по кусочкам, да. Да. Нам очень тяжело было. Вот. И, в общем-то, было прям, знаете, вот собрали себя, вот, прям, вот так берешь, значит, так. вот примерно с таким выражением лица которым я сейчас был на видео версии подкаста я встал с кровати помыл голову и вот он я вот держите меня семеро буквально сейчас буду рассказывать про мочу может так и назвать тот подкаст который я тут попал в чат подкастеров еще один чат подкастеров из одного из них я вышел потому что он стал немножко такой подкачерский форточку не открыть как бы поэтому немножко душновато а тут типа побольше чат подкастеров открытые нет этого или элитарности типа и так далее да если ты не видел еще пока как тут нормально вроде все и вот в этом разговариваем и там куча молодых подкастеров которые там типа соревнуются кто там во что гораздо умеет отдал а давайте соберемся в артель и все зала большого и мы купим всем короче микрофон и и все-таки просто зачем это делать но вы потом нам будете чуть-чуть часть своей выручки отдавать я такой так где-то я уж такой слышал какой-то коммунизм начался сам прикол другом там говорили по поводу того что типа можно подкастить очень нельзя говорить и там было очень смешно что какая-то девочка спросила типа у меня тут сейчас подкасте типа будем обсуждать типа пенисы и педофилов и типа изнасилование там я думаю серьезная история подкаст отвечает что он 18 плюс и все-таки блин непонятно что с этим делали то все и и все в итоге сошлись на то что надо отмечать 18 плюс короче все такие ну да надо короче экспрессии ставите я пришел и я был удивлен что реально будет большая часть подкастеров в россии этого не знает кого хотя казалось бы это мне кажется common knowledge о том что ни в коем случае нельзя своему подкасту ставить галочку в настройках именно rss-ленты что это эксплисит контент ну то есть типа контент не для детей потому что тогда у вас срежется 50 процентов аудитории потому что по умолчанию в россии конкретно по умолчанию подкаста на ios и на макосе просто будут недоступны и вашему но если у тебя настройка а чтобы сделать эти каблеты галочку позвать ты должен прямо взъебаться и сходить в конкретную там настройку который ни хера не очевидно и тени напишется там типа слышь братан хочешь прям в этот же момент типа хочешь себе включить этот контакт нет а про сказано недоступно иди нахуй и все я даже не могу с вами сракастная инструкция зачем ты это рассказываешь нашим конкурентом сейчас они не наши конкуренты только и ставить эксклюзив пожалуйста просто лепите на все свои подкасты и объясните пишите везде 18 плюс просто короче на эксплисит не ставьте как как мы потому что мы тоже везде говорим типа что 18 плюс это было стать очень смешно когда в мегафон запустил свой собственный сервис мегафон подкасты я к ним пришел и говорю типа братаны а чё у вас завтра кастами это мы не берем подкасты 18 плюс и вот ментим присылаю скриншот где у них на главной странице огромный баннер отвратительные мужики какая же ты мраза типа подождите какого а это подкаст не сна плюсами такие да вроде у них нигде не написано об этом я говорю а вы включали хоть раз про новости города уродска да да муравей дыхать ровной муравей короче они в итоге добавили наш подкаст очень быстро вот так не слышали явно некоторые выпуски я понял мне иногда нравится что у нас люди не слушают некоторые выпуски потому что если слушать вас всех можно реально сойти с ума как я схожу с ума 195 выпусков подряд и мы начинаем завтра каст номер 195 в котором мы обсуждаем если бы это было метафора это одна из подкаста дим если бы это было бы до когда я тебе бы сейчас предложил бы значит так говорится у тебя есть хуй говно и муравей и давайте построить говно и муравей 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 такой такой блядь оверфинкинг когда ты слишком много думаешь о какой-то вещи у дима уже детекады да это правда ваше здоровье когда слишком много думаешь об этом то есть вот никто в жизни не думал о истории хуй говно и муравей как а диаграмме понимаешь пересечении множество понимаешь как бы ну сам понимаешь там хуй муравей когда мы начнем нормально ты готов но мы же начали нам челюже ну ладно хорошо мне знаешь мне динка сейчас напомнил того котика знаешь такого толстого котика который сидит на закрытом унитазе снизу написано сегодня не какуешь но в общем то ребят если вы наткнулись на нас первый раз и вдруг внезапно услышали шутку про диаграмму вернера и хуй говно и муравей то мы вас поздравляем вы слушаете завтра каст завтра каст именно такой потому что мы умные но одновременно у нас хуй говно и муравей мне не особо умные ладно ухранения не очень у меня мне особо это как бы вот мы ним ковернка ем сломывая на наши трамслямцы короче у нас в общем-то подкаст про технологии медиа сериальчики фильмы еду бухова и немного про видеоигры в том числе и еще и про компьютерные игры поэтому здесь вы услышите как обсуждают какое количество трофоб с новой консоли почему apple из думт и почему нинтендо не самая жадная компания в мире некоторые люди так думают что действительно не жадная вот мы поддерживаем одобряем и с вами трое практически бессменных ведущих я тимур си пемлюков маркетолог из москвы больше всего в нашем подкасте да и в общем то с нами вот прям вот только что меня немножко перебивал это был дмитрий зомбак из москвы здрасте и вдалеке у нас малыш пердыш максимка максимка сходил в подкаст фатач видеограф как правильно делать color checker выставление гамм на камере сегодня мы обсудим как правильно обрабатывать в лог так чтобы не было ступени динамического диапазона максим завтракасти плаваю буль-буль да сегодня сегодня мы все немножко малыш пердыш откуда ты взял вообще что это за фраза такая что это вообще значит сука даже не знает но в любом случае мы в первую очередь поддерживаем и шлем приветы в сторону нашего братского народа белорусов у нас всех очень сильно любим и в общем-то вам желаем того чтобы у вас все было хорошо пожалуйста живите там чтобы вас всех не убили вот мы на это очень надеемся и просто нам приобрели реально слушатели прямо сейчас пишут пока мы знаете завтра каст пишем типа не до вас у нас тут пиздец такие блин ну короче пацаны держитесь и в общем то мы действительно начинаем сам по себе завтра каст и о чем мы хотели поговорить дело в том что в первую очередь прежде чем ты начнешь можно я зачитаю маркетолог из петербурга на 100 рублей отмечаю д.р. слушаю вас с днём рождения братан спасибо за проект лучше 2 выпуска по скептам спасибо тимур за крутую беседу про маркетинг на сходке в питере это ты там лекцию задвинул что ли какую-то конечно молодец я рассказываю а тот кто не пришел в общем то вам придется добро заняться 100 рублей уехал в отпуск на байкал тут три часа ночи слушать вас хочется братан ложись спать вот серьезно завтра там послезавтра или когда-нибудь послушаешь дима я серьезно занес 66 рублей бродил не в том кто сколько говорит а в том что только тимур начинает говорить ты берешь и перебиваешь а потом снова и снова и снова и снова и снова ну ладно тимур перестань донатить нам пожалуйста под именем дима я серьезно блудливый велокурьер сережка на 200 рублей ребят доброй ночи купил велик ты перешел в статус велокурьера однако всем комьюнити подкаста вы почти не вы классный пасти вратан спасибо у нас это неделя даже последние две недели я напоминаю вам что мы не выходили две недели у нас это вот эти последние две недели это две недели грамм знаете вот настоящий даму стрим или мгс димур и вы знаете ну конечно это прям вот то что можно сказать вообще вот 2020 год это год узнать таких откровений драм когда все тяжело с надрывом и вот буквально с надрывом почти отрывают от сердца как вы знаете tick tock ваша любимая социальная сеть которая сидит ваш маленький пятилетний племянник в общем то вы наверняка про него слышали вот мы отлично понимаем что скорее всего никто из наших слушателей им не пользуется потому что ну вы же не пятилетний даже так на хера ну некоторые вы знаете я ну если честно я немножко шоке когда узнал указать о том что тик током массово пользу педофила потому что огромное количество маленьких танцующих школьницы всего мира ну а ты как бы воспринимаешь как как что как типа я даже целую статью против типа аля порнхаба типа того или что это не приходит туда типа посмотрели там клеют и танцующих девочек и прямо пишут им типа классно танцуешь да а может меня научить именно поэтому трамп хочет купить тик ток а знаете кто бы мог купить тик ток но не сможет этого сделать потому что не успел подожди давай прежде чем ты джейф репштейн а да объясните мне ситуацию с тик током то есть смотрите последний раз когда я интересовался этой темой тик ток хотели запретить в сша и об этом ну то есть почти целый месяц об этом были разговоры что-то запрещаем 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 все запрещаем все китайской нахуй запрещаем блясь первую очередь кто потому что там следят злые китайцы с суперкомпьютерами которые все просто прямо про тебя узнают только ты запустил тик ток и лайкнул девочку в трусиках то есть сразу по тебя досье такое знаешь в китайском кгб причем не амб а у китайского да вот и тут из этого выясняется что его кто-то хочет купить кто и зачем смотри тут говорят как что типа это большой такой жирный лакомый кусок и если его запретить что он просто уйдет из страны в целом но ряд компаний решили прыгнуть на всю эту историю и по сути вот то что наш в нашей стране называется рэкет и рейдерский заход в сша это называется типа давайте спасем этот сервис его же значит запретят это называется патриотизм да и так у него что с точки зрения ну вот банальной морали даже давайте мы абстрагируемся от того что там тех кто так аккуратно напомню помнишь была такая компания uber в нашей стране сервис и купил яндекс их спас яндекс спас хотел заблокировать или что вот так вот телеканал понимаешь спас напомню что например сервис у или в россии сейчас запретили знаешь по какой причине потому что у или это но и напоминает и сервис по сути который занимается тем что как такси обычный вот как обычно но только с черными мерседесами ну то есть по сути это типа премиальные вип лакшери барвиха виллэдж и смысл в том что их запретили потому что это единственный такси сервис в россии который отказался передавать в департамент транспорта москвы данные обо всех пассажиров и всех водителях их перемещениях который дептранс потом передают в генпрокуратуру так понимаешь и это единственный сервис который отказался это делать ческать про сервис я узнал из этой новости ну в общем просто чтобы ты понимал как бы что это значит что все остальные сервисы передают данные куда надо какой пассажир который идентифицирован по номеру а номер как ты знаешь идентифицирован по паспорту какой пассажир куда где как поехал можно вопрос а нахуя это надо если мобильники и так все передают понимаешь есть немножко сложнее потому что иногда мобильник может перемещаться но ты не всегда можешь понять как бы ну с чем связано это перемещение плюс иногда мобильник может быть оставлен дома такси тебе уже заказали уже едешь короче короче пацаны возвращаясь к рейдерскому захвату тут интересная история что трамп издал экзеквити фордер это такой нет нет адекватного перевода этого почему приказ и есть есть и зеркать и форды не приказ экзеквити фордер это нечто больше чем приказ потому что зачит скорее верховное распоряжение скажем строгий приказ да очень по строгий приказ для подушка-пердушка короче история вся в том что трамп издал вот это экзеквити фордер что в течение 45 дней абсолютно все весь американский бизнес без разницы в какой стране это очень важно должен перестать вести дела с компанией тик ток ну точнее с ее китайскими хозяевами by dance и с компанией tencent той самой которой принадлежит вся ебаная игровая индустрия в мире нет и возвращаясь к драме вокруг тик тока естественно муть начали спасать американский бизнес и совершенно неожиданные кандидаты всплыли то есть мы думали что за тик ток ну просто подсознательно будут бороться я не знаю фейсбук какой на или там google но оказывается первым в эту гонку вступил майкрософт а им-то нахера и помимо того что да это логично потому что усать и наделло достаточно шальных денег чтобы купить весь тик ток по всему миру и об этом кстати в том числе велись переговоры что покупается не только американский бизнес но это вызвало очень интересную реакцию внутри самой майкрософт потому что буквально вот мы пишемся сейчас это этой новости меньше часа билл гейтс сказал что он считает что эта сделка она как отравленный как отравленная чаша то есть ты можешь из нее испить но будь готов что тебя настигнут какие-то очень неприятные последствия пускай не сразу это говорит билл гейтс который вообще ну максимально абстрагировался в деятельности своей компании то есть вообще ситуация очень интересная я просто не понимаю за хера microsoft тик ток смотрите мы про это никто ничего не сказали но дело в том что тик ток уже якобы есть несколько покупателей причем очень смешно с одной стороны это microsoft который хочет выйти на рынок социальных сетей и как бы соответственно у тик тока там же из это помните я вам рассказывал схему их монетизации как будто в который довольно драконовская по меркам всех остальных сервисов даже социально и соответственно microsoft хочет выйти потом как ни странно но оказалось что apple якобы ведет переговоры о возможности купить тик ток здесь тоже очень странно потому что опять же тик ток очень непонятная такая социальная сеть с точки зрения ценностей то же самое apple потому что великовозрастные мужики пишущие сообщение маленьким девочкам эти потом потанцуй пожалуйста вот так а ты знаешь одежда скрывает там ну ты сама понимаешь короче и другой момент еще более смешной twitter якобы ведет переговоры о покупке даже американской части те кто у них разве не было своего собственного сервиса который тоже с короткими видео и прикол это был воин который был очень популярен среди аудитории и по сути был прародителем тик тока единственное чего в нем не было на одну под того что есть сейчас по сути вот в тик токе в нем нету не было никакого редактора видео то есть возможность редактировать но с текущими там технологиями это было бы возможно сделать надо надо еще надо еще сказать что очень многие вайнеры утекли в тик ток популярные и стали популярными утекли в инстаграм и сначала и сначала в инстаграм потом в тик ток да это важно но знаешь мне вся эта история вот ты называешь список компаний знаешь это мне напоминает историю когда продавал свою видеокарту на авито чувак такой я заберу за там много денег прямо сейчас второй человек пишет слушай я пока не уверен на велосипед но не не но у меня есть деньги я типа готов тебе дать пол суммы если ты для меня ее поддержишь это типа microsoft да подход и третий это короче дай мне пожалуйста я плачу велосипедом это twitter потому что его рыночная стоимость такая что ему по-любому придется занимать денег у мамы понимаешь дай мне пожалуйста зачем тебе деньги какую социальность у тебя социальная сеть есть дома социальная сеть дома не умеет с большим чем 208 символов блять редактирование твитов социальная сеть дома знаешь такая типа умерла и лежит с мухами естественно конечно обидно немножко меня кучу крутых чуваков у меня меня у всей этой истории с тиктуком удивляет знаете чё смотрите даже не то что мы пытались избавиться от китайского приложения ну то есть понятно что это такая как бы геополитика там трамп ведет какие-то там подковерную возню с китаем там пытается сначала в торговую войну потом не не получилось попытался в информационную войну все понятно для чего это делается у меня возникает вопрос а чё они блять не нашли какое-нибудь другое китайское приложение на которое всем поебать или это надо было прям вот сделать прям вот они нашли они нашли это приложение называется вич от полезных сша почему почему вдруг мне кажется китайцам которые живут в сша совершенно не поебать на вечерском быстро ушли с тиктока потому что главное новое дело в том что мы все время рассказывали подкасте о том что инстаграм пытается сделать конкурента соответственно тиктока который называется сервис рилс рилс это как пленки буквально смысле пленки на этих на бобинах именно поэтому им им не очень интересно видимо покупка этого тиктока сану потому что у них свое и они свое сделать и потом прикол вот в том же заключается что они же теперь запустить в очень большом количестве стран кстати россия к сожалению не вошла в них там тоже по сути редактор тоже возможности по запихивать музыку какую-нибудь лицензированную как раз в россии по этой причине они и не запустились потому что в россии а фейсбук не смогут говорить с правоводательными треков вот поэтому россии вы сможете смотреть чужие клипы рилс но сейчас уже делает свои да и причем когда вы смотрит чужие клипы рилс там не будет играть музыка ты сам человек что-то делает это делает в россии этот сервис совершенно а бессмысленным да это работает на самом деле другая проблема в том что вы же знаете в чем прикол именно кого тиктока почему именно им пользуются все и так его любят сейчас но там же вся его суть заключается в том что из-за того как построены алгоритмы практически рандомный человек с 20 фолловерами может внезапно оказаться в рекомендациях типа и попасть в ленты к людям которым им очень понравится люди будут смотреть этот тикток на репите и соответственно будет попадаться все больше и больше количества человека в итоге может реально чувак 20 фолловерами внезапно оказаться звездой у которого тикток на игроке которого альбина просмотров у которого эпик games пиздит его тайны с фортнайд да кстати в том числе очередной здесь просто прикол в том что в инстаграме это все так не работает и все говорят что скорее всего рилс просрется и провалится ровно поэты почему ты решил что это так не работает ты же не знаешь как работает рилс я уже посмотрел работа работал как раз так же как обычно instagram кто популярен будет еще более популярен кто не популярен понимаешь и соответственно возможность выбиться типа очень не важно популярен важно тот кто популярен в инстаграме висит картинка с волком у трампа та же история типа трава трамп такой мы запретим абсолютно все китайское и включая китайские соцсети соцсети дома facebook то есть вот тут примерно такой же потому что и когда фейсбук что-то делает ну понятно что фейсбук дожди просто вопрос смотри мне понравилось как я хочу написал своем канале что вот трамп мало того что добился от компании которые это нахуй не надо ну то есть имеется ввиду microsoft как бы как бы намека на то что давайте к вы купите а вам за это что-то будет в будущем но не сразу а что с этим активом делать вы там сами у себя решите вы же айтишники ну как бы там что-нибудь сляпаете на комплекторе в общем вы поняли вот и при этом он хочет еще от этой сделки чтобы microsoft заплатил еще и правительству сша какое-то количество денег и он говорит что в русских реалиях вся эта история называется откат административного ресурса ну как бы не поймите неправильно нам всем насрать на тикток лишь правильно вас понимаю я не понимаю нахуя им сдался вичат ну то есть вот эта история свеча там это блять самая странная херня который только можно представить ну то есть смотри там какое-то количество китайцев которые живут в америке она наверное общается там с местными через этот вичат потому что вич в китае это по сути супер приложение в котором есть вообще все платежи там не знаю как это каталог услуг да по сути это как бы такое без этого приложения цифровой бумажник без этого приложения например нет никакого смысла продавать китай айфоны потому что если на них не работает вичат то айфон в китае прощается тебя прерву давай отомстив за тимура давай просто понимаешь у меня знакомый очень хороший жил в китае два с половиной года и вот он как раз рассказывал что вичат этого полная наук того что ты взял с собой в россии бумажник паспорт а вот всю свою кипу которую ты носишь снилс когда недостоверение за грамм паспорт а саги да 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 помнит полис обязательно да и так далее и вырисово рождение принесли дата все одно это уже заменяет вичат это мега приложение мега привалит несут решит мы рассуждаем в категории супер приложение да это знаешь как супер город а это мега сити один да но это это как бы официально звание такие приложения называют супер аппы ну то есть как бы это уже даже за пределы супер аппы фактически ваша меня воля проблема дело в том что вичат по сути как является мега приложение как раз я не супер и его суть заключается том что он днем же есть маленький магазинчик по сути приложений и это то к чему стремится телеграм в какой-то степени чтобы у тебя телеграм-боты телеграм-каналы и прочее как бы смогли становиться некими сторфронтами то есть когда у тебя типа прям целый магазин в телеграме там вот как вичате они есть там у тебя там есть там всякие карты и прочее то есть как бы мини-игры и прочие штуки и поэтому вичате это apple разрешила а телеграму нет внимательно и кучи других приложений apple тоже запрещает это делать и здесь интересный момент в том что как правильно сказал менчуко что все будет зависеть от того какие то есть такой игровки это один из самых известных аналитиков о компании в мире вообще но китаец ну да он китаец но живет сша или про китаец который китай сейчас по моему он кстати в китае или стоили на тайване его экспертиза не нужна в общем ли там был смысл в том что он правильно сказал вещи что все зависит от того как насколько будет строгий бан потому что если например разрешат просто-напросто заблокировать приложение вичата в сша это одно а если это действительно ну потребует вообще выпилить из appstore в принципе включая сам китай чтобы в самом китае не было вичата то конечно это будет пиздец в первую очередь для apple а потому что он прогнозирует что apple потеряет до 30 процентов пользовательской базы и выручки потому что в китае огромное количество людей владеет соответственно айфонами там айпадами и прочими устройствами на айосе который как раз использует вичат и это большая очень сильно будет проблемой для и план и таким образом кого трамп который типа хочет поддерживать американские компании возьмет и подносрет собственно американской компании вот и это будет очень тупо конечно и я хочу просто все опять же привести к тому что конечно мы наблюдаем как сша реально трансформируется в россию вот знаешь у меня у меня с этой всей истории есть мысль она конечно в другой теме но я здесь выскажу потому что она здесь уместно как правильно писал бобук мы наблюдаем сегментацию глобальной сети она из глобальной становится локальной потому что в глобальной сети появляются жесткие локальные сегменты и очень многие бизнесы даже вот чисто на уровне теории в этих условиях они еще год назад казались супер перспективным еще обсудим а сейчас они кажутся ну практически невозможно макс ты знаешь в этом плане есть крутая история связана с аналитикой вообще вот этих самых рынков у кого как где чего как развивается и здесь есть много интересных инсайтов связанных например с тем что там китай видишь выстраивает соответственно свою какую-то там локальную тему со своими большими игроками и вообще интернетом который настолько оторван от глобальной сети очень как бы имеет выход какой-то но он принципе оторван но есть например интересные другие примеры типа то же самое европа которая например берет ради неких таких человеческих прав человеческих свобод и желание там защитить своих граждан они делают настолько огромное количество ограничений что в первую очередь этими ограничениями душат собственно свои же собственные европейские маленькие компании пример ты про что про gtpr я говорю в том числе про gtpr и про кучу других статья 13 а что там них огромный это тогда когда типа про контент к что типа ну за него должны платить вот и платить должны все за мемы да за мемы в том числе платить типа но блин уже рассказывали про подкасте дим пожалуйста давай мы не будем на этом останавливаться вопрос в другом вопрос в том что опять же европа благими намерениями по сути стреляет в ногу своим же собственно всем бизнесом и это в итоге приходит приводит к тому что из-за того что целом как таковой консервативный рынок европы очень очень тяжело приходит к тому чтобы как бы делать какие-то вообще компании которые могли бы там ну получать нормальные деньги как-то выстреливать вверх быстро просто взрывным ростом похвастаться этого нету поэтому например когда ты смотришь там условно топ-35 стартапа в мире да например который там получили файдинг или там по оцениваются по ну там по оценке на компании из европы там в топ-35 помн даже вообще ни одной нету то есть там типа все новомодные стартап они все или сша или из китая или там из израиля стран или из израиля да короче из европы вообще почти никого нет потому что ну очень сложно компаниям и в европе вообще развиваться у них огромное количество ограничений и сложностей вот но опять же как бы в все это мы к чему ведем потому что опять же вот эти все драмы это же не analytics ну как бы это все фигня полная потому что опять же я только что начал по поводу apple что он типа знаете кому то кому ты что то можно комуто честно нельзя вот и например опять же витимич от можно делать например маленькие встроенные приложения и маленькие встроенные игры а другим там типа telegram а нельзя и вот тоже самые сами клас сейчас начинаются терке с Майкрософтом и Фейсбуком. Казалось бы, почему? Оказалось, что может быть, вы этого не знали, но в приложении Фейсбука есть, соответственно, раздел, который называется Facebook Gaming, и Facebook Gaming в различных, ну, типа, на Андроиде позволяет тебе играть в разные игры маленькие, которые туда могут размещать. Ну, такие, знаете, типа, а-ля, как флеш-игры, короче, всякие казуалочки и так далее. По сути, прямо внутри приложения Фейсбука. Apple запретила им это делать, поэтому из, соответственно, приложений на iOS, они выпилили эту функцию. А как они это аргументировали, интересно? Ну, то есть, как бы прям как-то пошли вы. То, что ты создаешь, по сути, конкурента их основной экосистеме это App Store. То есть, ты делаешь, по сути, App Store внутри App Store. Это, по сути, каталог, неважно чего, иметь внутри App Store нельзя? Так получается? Ты не можешь иметь App Store внутри App Store. У тебя, по сути, Store для скачивания приложений внутри другого приложения. Так. Это запрещено, это прямым образом запрещено в terms of use, соответственно, этого самого App Store. Вопрос. Как они это обходят? Вот, допустим, я не знаю, качаю Call of Duty условный, да? У меня качается маленькое приложение, которое весит там, ну, копейки, да? И уже из него закачивается огромный клиент игры на 2,5 гигабайта и так далее. В чем разница между, ну, то есть, технической стороны и там, и там? Ты тоже качаешь что-то, что не входит в App Store? Нет, дело не в этом. Ты не понял. Там суть в том, что ты качаешь Это магазин внутри магазина приложений, именно что. Ты качаешь магазин внутри магазина, это запрещено. Прямо запрещено. А то, что это то, о чем ты говоришь, это просто, по сути, скачивание того, чего они рекламируют, да, клиентов. Это ты скачиваешь то, что они рекламируют. Просто технически ты скачиваешь, как бы, сначала установочный файл, такой, который закачивает все остальное. Избретили, избретили, и что? Что Facebook сказал? Ну, Facebook пока сидит и жалуется просто. Но тут вопрос в том, что... С Facebook и началось, понимаешь? Facebook, он как под пивало включился со своим Facebook-геймингом, потому что изначально неожиданно, как гром среди ясного неба. Пусть, знаешь, вот всех этих слушаний, антимонопольных США, на Apple наехал у Microsoft. Знаешь, бодаются две триллионных компаниями, всегда интересно смотреть, как одна триллионная компания обвиняет другую в жадности. И такие, а вот у нас был X-Cloud, и злая, жадная Apple не разрешает вам пользоваться нашим чудесным consumer-friendly сервис, потому что она, видите ли, хочет проверять индивидуально каждую игру на нашей платформе, а нам это не подходит. Ну, логично, и что? Суть претензий заключается в том, что, по сути, они опять же делают магазин в магазине, потому что они тебе берут и дают X-Cloud как клиент, который позволяет тебе не просто играть в твои собственные уже игры, которые ты там имеешь, да? И это не мирринг локального железа, как Steam Link или PS Now? Ой, PS Now. Да, то есть это как бы, грубо говоря, PS Now, ты, по сути, просто связываешься со своей собственной консолью, типа, и она тебе транслирует что-то. А здесь ты именно связываешься с серваками, где у тебя есть какие-то там, типа, игры, и формально ты можешь поставить себе, ну, Apple чего, как бы, в этом плане боится, что ты можешь себе поставить этот X-Cloud, и только, в общем-то, в него и играть. Не будешь заходить, типа, в Apple Arcade, ничего не будешь делать. Логично, а как они пропустили условный Steam Link? Steam Link же не является, по факту, магазином, понимаешь? Они его не пускали, потому что Valve хотела туда как раз встроить функции Steam'а, как магазин. Типа магазина, да? Да, 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 кстати, они запрещали, а потом они сделали его просто, по сути, как Remote Play такой тип, и тогда его, по-моему, пустят. У Sony Remote Play так и появился, то есть у Sony, заметьте, Remote Play вышел вообще без проблем. Хорошо, объясните мне вот такую ситуацию. Вы же у нас любители-защитники Apple, да? Объясните мне вот такую ситуацию. Я запустил официальное приложение Steam'а, вот вам, блядь, магазин, вот вам магазин. Можешь ли ты теперь поиграть в Horizon прямо на телефоне? Ну, я могу его купить отсюда. И если бы у меня был Steam Link, я мог бы его запустить и с компа на него, например, играть. Я не вижу в этом вообще никаких проблем. То есть, блядь, для Steam'а... Нет, подожди, для Steam'а это работает. Ты путаешь. Почему? Почему я путаю? Потому что по факту, для того, чтобы поиграть в эту игру, тебе нужен комп. Игра запускается на компе. Так, а здесь игра запускается на удаленном компьютере в серверной стойке. Можешьственный компьютер, купленный за твои деньги, стоящий у себя дома. В чем разница? Почему Apple? А тебе фактически Microsoft продает услугу в обход Apple. Услуга в данном случае это аренда сервера Microsoft. Понял? Максимка, услугой в данном случае со Steam'ом является то, что она предоставляет мне файлики, которых я даже не являюсь владельцем. Если ты посмотришь, что написано в... Как это называется? Легальном соглашении Steam'а, да, Rules of Service. Там написано, что ты не являешься владельцем своих копий, купленных в Steam'е. Твои жопы. Ты их арендуешь, Максим, понимаешь? Давно пожаловать в капитализм, Дима. Просто объясни мне, как объяснит компания Apple существование, блядь, магазина с играми в Steam'е. Вот, блядь, на ее устройстве. Официальное приложение скачано с App Store'а. Только что, купив эту игру, Steam позволит эту игру стримить серверов в Valve, в этот момент Steam запретят, соответственно, в App Store. Но формально они это как объясняют? Ну, то есть, наверняка, причина не в этом. Формально пошел ты. Я понимаю ваше желание оправдать Apple, но вы понимаете, что это, блядь, сука, ёбаная лицемерие? Ну, то есть, вот просто самое настоящее лицемерие. Ну, это две триллионных компаний, они не заработали триллион, потому что играли друг с другом, знаешь, в вежливость. Так. Димка, я сейчас попробую. А есть еще один охуенный вариант для Майкрософта. Смотри, вот слушай, следи, да? А что если Майкрософт, вместо того, чтобы пытаться прогнуть своего конкурента, прямого, по многим параметрам, она создаст свою собственную оперативную мобильную систему с экосистемой на базе своего преимущества на всех остальных платформах? Она уже пыталась, у нее такое было. Вот да, оу-вейт. Ну, вот эта история по поводу создания своей собственной экосистемы, я этот аргумент слышу довольно часто в спорах по поводу того, что можно Apple, а чего нельзя Apple. Я могу тебе сказать, что вот эти компании, которые создают тебе iOS, которые создают тебе Android, и там, ну, или Windows Phone проваленно, неважно, это слишком большие компании для того, чтобы ты мог повторить возможность вот того, что они сделали за 20 лет. Как раз такая компания, понимаешь? Да, она как раз пошла, сделала и въебала. А могла не въебать, но она въебала. И могла бы диктовать условия на своем собственном... Я могу сказать, что вы... Операционке в своем собственном сторе, но она въебала свой Windows. Вы зачем-то защищаете контору, которая вам даже не платит. Если бы Apple вам платил денег, я бы понял всю эту историю. Но нет, вы, блядь, именно этим и занимаетесь. То есть смотри, с точки зрения консюмера, который вот, блядь, хочет играть в видеоигры на телефоне удаленные или какие-нибудь, неважно. Скай покупает Android, если ему не нравится iOS. Да, для него сейчас Android выглядит как альтернатива, которая, в принципе, работает. На ней будет работать и Google Stadia, и, блядь, как он называется, XCloud, и все остальные стриминговые сервисы, потому что никому ни в голову, блядь, не придет это цензурить на Android. И Apple внезапно такая, типа, ах, Срингпук, давайте-ка я все нахуй заблокирую, потому что внезапно выясняется, что конкуренты оказывается на нашей юзербазе зарабатывают деньги. Ну, это просто несоверная коня. Срингпук будет у XCloud, потому что 80% платящих мобильных пользователей сидят не на Android. Спорное утверждение. Ну, окей. То есть, спорное, если это цифры сенсортауэра. Когда ты смотришь на ревенью приложения, ты неожиданно замечаешь, что почему-то владельцы топа за свои деньги не хотят платить за приложение на свой платформер. Фил Спенсер пишет удивительно, но я на стороне Димы. Пацаны, если бы у меня не было бы NDA, я бы вам рассказал про то. Как хорошо, что у тебя NDA, а тем временем мы бы хотели бы обратить ваше внимание на то, что наши замечательные донаты. Во-первых, Fender сратокастер занялся в 100 рублей. Такой классный ник придумал, потому что даже не знаю, что еще сказать. Спасибо тебе, Fender сратокастер. Простите, что перебил за 100 рублей. Новый подкаст Тимура будет в ТикТоке? Я бы посмотрел. И Павел Михайлович на 100 рублей, что вы думаете о заклеивании камер на ноутах? Я считаю, что это безумие. Если уж сам Цукерберг заклеивает, то я думаю, что он-то точно что-нибудь знает. Кстати, не говорит о том, что человек, владеющий каким-то бизнесом, он якобы что-то знает. Может, он просто параноик? Ты об этом не думал никогда? Блядь, я бы на его месте был параноиком. Ты просто представь себе, ты владеешь охуительной, охуительной, блядь, конторой, при этом у тебя слабое здоровье, ты выглядишь как чувак такой, которого отпиздит даже бабушка просто, знаешь, сумкой, блядь, на бензоколонке, легко. И при этом ты еще мажешь лицо таким огромным количеством крема, когда катаешься на серфинге, что, блядь, тебя не сравнивает с инопланетянином, только, блядь, ленивый. Естественно, ты будешь параноиком, но... Ты понимаешь, что когда ты являешься там очень хорошим когда ты являешься человеком, который придумывает схемы слежения за людьми для того, чтобы монетизировать, и человек, у которого явно очень хорошая служба безопасности, я думаю, что этот человек точно что-то знает. Поэтому, если... Ну, я вообще могу сказать, что, скорее всего, заклеивание камеры это вообще-то нормальная история. У меня есть контрпример. Хочешь контрпример? Контрпример. Был такой африканский диктатор, у которого была хорошая служба безопасности, огромное количество людей с автоматами, которые его храняли постоянно и прочее, и он каждый день ел печенку своего врага, потому что считал, что это приносит ему удачу. Это не чай. Это ни о чем не говорит. А ты знаешь, что у Индиамина... А, фу, там похуй, ладно. Говоря про паранойю, вот вы начали рассказывать, что паранойя, у меня здесь, блядь, взрывы за окном начались, я, сука, подскочил в ужасе, оказался какая-то пидрила, решила этот салют пустить. Максим пугается салютов, он просто не живет в Москве. Максим раньше... Подрастание салютов раз в год, наверное. похуй, что здесь происходит, Максим, что салют, пакажа, пули, пули, я плаваю, да. Да, да. Слушайте, я могу сказать, у меня тут салюты раз в три дня просто херачат, хорошо, поэтому... Я уже даже не знаю, по какому поводу, нам пишут, что это правда, занялось нам 100 рублей, Тимур на зарплате у Apple и на подсосе у Spotify. Кстати, я могу сказать, знаете, кто еще на подсосе у Spotify? Я, потому что я вот пользовался Spotify последние сколько, недели две, сколько он там вышел, да, и могу сказать, что, блядь, это охуительный сервис, я не понимаю, нахуя я платил деньги за Apple Music, серьезно, то есть как бы вот у меня прям совершенно поменялось все, ну то есть мне прям очень нравится Spotify, я буду за него топить во всех наших подкастах и говорить, что суки пидорасы не трогайте Spotify. Spotify классно, но в любом случае, пацаны, короче, на подсосе у Apple мы всячески топим против xCloud'а и против Facebook. Говоря про xCloud, смотрите, тут ведь еще я вот хотел эту мысль озвучить, что год назад абсолютно все, понимаете, каждое поколение возникает некая тенденция, что, понимаете, прошлое поколение, да? Ну. Точно, мобил уничтожит консоли. Нахуй. Мы это слышим довольно часто, на самом деле. Гарантированно раздавит, и ей даже в это поверило, почему сосало хуепо поколение и разогнало кучу студий и урезало бюджеты кучи консольных игр. Именно поэтому мы так и не увидели нормального Dead Space 4. Да, и так далее, и так далее. А вот сейчас такая же шиза на тему облака. Вот облако просто вот, вот он вектор, вот оно, то самое, что... И через год после того, как запустилась Stadia, как вошла в бету, вот это, вошел в бету xCloud, да, когда появились другие сервисы, оказалось, что интернет начинает массово сегментироваться, и что ты не можешь просто взять и развернуть облачный сервис по всему миру, как, например, попытался сделать UVIDIA, у которой реально офигенный GFN, GeForce Now, да? То есть, сначала-то она столкнулась с адским давлением со стороны издателей, хотя она вроде просто продавала Instance, потом она столкнулась с юридическими проблемами со стороны еще кого-то, теперь у нее есть проблемы с сегментацией по миру, потому что в России свои правила хранения данных на серверах, в Китае свои, в Европе свои, в США свои, и они такие разные, что они практически несовместимы, они в итоге в России просто скинули это на сублицензиара по факту. Ну, они просто продали технологию по факту. Продали технологию местному игроку, и надо готовиться к тому, что очень многие такие инициативы, они звучат классно на бумаге, но в реальной жизни они будут малоосуществимы, коммерчески. Мне кажется, вот xCloud это то же самое, это классно, и, наверное, у Microsoft это крутая технология, но современный мир, он не всегда технологически продвинут для таких вещей. вот и все. То есть, вот примерно такая. Я посмотрю, как будет xCloud развиваться, но вот говорят, что даже, например, даже в Бразилии уже его там тестируют, и говорят, что, например, на 4G телефоне можно реально поиграть вот через обычный 4G в какой-нибудь там халу, и говорят, что input lag очень маленький, картинка хорошая, не рассыпается, и в целом, типа, очень удовлетворительный опыт такой, типа, так что отзывы пока что в интернетах довольно хорошие об xCloud'е. Вот. Даже на 4G. При том, что я могу сказать, что когда ты врубаешь условно ремонт-плей, как бы, знаете, там прям реально раз на раз не приходится. То есть, у меня PlayStation 4 иногда может в очень там каких-то странных местах очень круто играть, иногда быть при идеальном интернете вообще на всем пути все рассыпается, бьется, и очень плохо. Так что, реально, раз на раз не приходится. И самое главное, что ты понимаешь, что это зависит в первую очередь от просто структуры, ну, вот от всей вот этой, вот всего вот этого пути длинного, длинного. Машетизация. Да, всей этой машетизации. И ты можешь там сколько угодно рассказывать, у нас там маленький input lock, 4K, 30 FPS, вообще будет идеально. Да, в рамках нашей лаборатории, внутри нашего производственного комплекса, на нашем роутере, да, так это работает. Да, 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 а потом выясняется, типа, что для чуваков там в условной какой-нибудь России нихуя не работает, понимаете, как бы, и все. А если вы хотите, чтобы в России у вас все работало, вы при этом представляете какую-нибудь компанию, которая, которая вот жизненно необходимо развернуть седа в России, то мы обращаем ваше внимание на замечательного провайдера под названием Selectel, который нам сегодня занес немножечко денежков, а мы решили его проекламировать. Короче. Это, по сути, хостер. Ну, по сути, это даже не совсем хостер, это компания, которая предоставляет, вот представь себе, AWS, да, Amazon Web Services, вот то же самое только в России. Хочешь ты развернуть себе целую инфраструктуру, то есть не просто ты, блядь, захотел себе сайтик развернуть и там пару, как у них, MySQL баз данных, нет, ты разворачиваешь целую инфраструктуру. Так вот, Selectel позволяет вам это сделать. У них есть выделенные сервисы, есть возможность там распределения по разным дата-центрам, есть дата-центры в Петербурге, в Ленобласти, в Москве, в Новосибирске, даже в Узбекистане есть серверные, мощности для того, чтобы там что-то развернуть. Хочется тебе, я не знаю, ну то есть масштабируемую какую-то историю развернуть. То есть вот, допустим, ты делаешь свой магазин для тортиков в Инстаграме, и вдруг внезапно ты такой почесал тыковку и решил, что, что-то мне Инстаграм уже не хватает, надо брать свой собственный сервак. Надо сделать приложение. Да, надо сделать приложение, ой, что-то клиентов у меня не 200 человек, а уже 1000, а уже не 1000, а 10 тысяч. И вот для того, чтобы масштабироваться все больше и больше, для этого и нужен инфраструктурный провайдер, собственно, таким Свертел и является. И могу сказать, что это не очень дорогой провайдер, то есть вы можете за не очень большую сумму развернуть вполне себе нормальную, хорошую инфраструктуру для вашего IT-бизнеса. Ну а поможет вам в этом, конечно же, наш подмокод. завтра каст большими буквами вам дает 1000 рублей, на которые вы можете создать свой проект, развернуть там сервер и попробовать поуправлять этими полученными мощностями и все это в бесплатном таком тестовом режиме. Торопитесь, потому что количество этих промокодов ограничено. Спасибо большое селек телу за вот это сообщение. Слушайте, мы вообще посмотрели, на самом деле, у них много действительно есть решений и для таких небольших бизнесов, и для очень больших бизнесов. Ну то есть, если вы сейчас серьезно, то есть нам не нужно вам объяснять, по сути, если вы действительно работаете в крупном бизнесе и отвечаете за такого рода штуки, то вы и так, скорее всего, знаете, что такое дата-центр, вы и так, скорее всего, знаете, какие есть всякие там провайдеры и прочее. И здесь есть такой момент, где он в том, что, как вы знаете, сейчас закон же, который новый у нас, гласящий о том, что вы должны хранить данные в общем-то ваших пользователей в России. И для многих это является таким, ну, своеобразным триггером для того, чтобы, например, поменять условный какой-нибудь AWS или Hetzner, да, на там, условную Selectel, потому что это российская компания в первую очередь. Ну, данные будут храниться в России, соответственно. Данные будут храниться, соответственно, в России, да. И при этом у них огромное количество дата-центров, они могут действительно выдавать вам и как выделенные сервера, так и типа части серверов. А у них даже есть такие услуги очень серьезные, которые они, например, могут взять ваш сервер и подключить свой собственный рэк и заниматься как раз тем, что будет ваш сервер обслуживать. То есть, если вы просто, ну, там, у вас был офис раньше, например, и там стоял какой-то говносервер, да, они возьмут этот ваш говносервер, подключат, и он там будет работать. Вот. Или вам предложат аккуратную миграцию, и как ее круто, правильно сделать. Нам хорошо предлагают, Диму, разверни там сервер Майнкрафта. Вот, пожалуйста, сервер Майнкрафта для завтракаста, знаешь, чтобы масштабируемый. Сегодня зашло 8 тысяч человек, а завтра зайдет 10. Вот чтобы масштабировалось. Говоря про масштабируемость, и то, что мы говорим про бизнесы разных размеров, это особенно здорово, потому что я много раз работал с клиентами, которые совершали эту ошибку, например, в медиа, что у них был ресурс вот небольшой, они сидели на каком-то хостере, а потом выяснилось, что хостер никуда не расширяется. Они не могут, им надо переезжать, переписывать серверную часть. Да, или у них есть жесткие тарифные планы, которые нельзя никак поменять. Да, и Selectel в этом плане отличный выбор, если вы делаете проектную перспективу. Да, он маленький сейчас, да, это стартап, но вдруг он выстрелит. Нет, Selectel уже довольно крупный. Это один из самых крупных. Нет, я не про Selectel, я говорю про вашу компанию. Что у вас маленький стартап, у вас маленькая компания на большие амбиции, ну, или, не знаю, вы онлайн-игру делаете. И завтра неожиданно взлетает в топ апстора, а у вас все лежит. Это правда. Отлично отмасштабироваться вовремя. Вот и все. В общем, на самом деле, вы можете посмотреть, какие у них там есть доступные конфигурации. Их действительно очень-очень-очень-очень-очень-очень много. Там есть прям от совсем простеньких конфигураций, типа там на всяких Intel i3 и на всяких там Celeron, которые стоят довольно недорого. То есть там, типа, знаете, от 500 рублей в месяц до каких-то ультра-еба компьютеров, причем как на AMD. Ну, имеется в виду не компьютеры, конечно, а сервера. То есть у них и AMD-шные есть, которые AMD Epic, и на Xeon'ах есть. И, соответственно, там есть какие-то совершенно безумнейшие конфигурации. Сейчас я тут смотрел, там что-то было вообще какое-то нереальное что-то. 24 ядра, 2 Intel Xeon'а, например, было у них там. Потом есть 28 ядер, есть потом у них какая-то совершенно безумная конфигурация. Я видел на AMD, на AMD было что-то типа чуть ли не 60, что ли, ядер было. Короче, ну, какое-то реально безумные вообще вещи есть. А, 48 вот ядер есть, да, на AMD Epic. И, соответственно, ну, то есть под любую вашу потребность у них действительно что-то найдется. Вот. Поэтому, если вы и так, в общем-то, занимаетесь этими вещами, вы, скорее всего, и так знаете Selectel. Если вы просто являетесь каким-то там, я не знаю, гендиректором компании или у вас есть сервер, и вы думали так, чего, куда там типа идти, вот Дружбан сказал на Hetzner идти. Подумайте, вдруг может быть действительно в этом плане Selectel может оказаться реально очень хорошим выбором как раз в пользу того, что, опять же, они масштабируются, у них очень хороший аптайм, они всячески все время бравируют тем, что у них там близко к 100% аптайм, что они почти не падают, и, соответственно, они всячески педалируют историю о том, что они в России, что у них поддержка на русском языке, она работает типа реально всегда, то есть если у вас 4 часа утра что-то там вдруг не так случилось, они вам всегда ответят, помогут и вырулят вашу ситуацию в вашу пользу. Да. Так что Selectel, классные чуваки, давайте, в общем-то, думайте. Слушайте, а знаете, у кого ситуация не вырулилась? Ну, то есть от слова совсем. Дело в том, что компанию Apple покинул их глава маркетинга Фил Шиллер, который работал там... Сколько, блядь, лет он там работал еще раз? Более 20 лет. Много он там работал. Да. И теперь у них... Он пришелся вместе с Джобсом. И теперь у них возглавляет отдел маркетинга, знаешь, как чувака зовут? Грег Жошвяк... Ну, короче, поляк какой-то. Джошвяк. Джошвяк. Какой-то поляк. Женщикевич. Женщикевич. Почему это плохо? Вообще, смотрите, это неплохо. Дело в том, что Фил Шиллер офигенный чувак на самом деле. И он действительно делал очень много крутых вещей. Но я напоминаю вам, что он действительно очень много лет. Мы не знаем никаких обстоятельств. Может быть, он заболел. Может быть, у него там семейные какие-то истории. Может быть, он просто задолбался, короче. Но при этом он все еще будет заниматься маркетингом App Store. И он все еще будет заниматься маркетингом Apple Events. То есть, соответственно, вот этих всех конференций, вот этих супер нереально крутых. Вот. И, ну, которые вот они проводили за последние 20 лет, все эти презентации, которые вот бомбили просто на весь мир. Он все еще будет заниматься их продакшном. Это очень круто, потому что в ВВДЦ мы стримили, там была хилительная продакша. Да. Ну, вот, в общем-то, он отвечал за все эти штуки, как бы, вот поэтому, в принципе, я надеюсь, что он и дальше будет все это дело как-то, ну, продолжать. И вообще, в целом, я могу сказать, что Apple постоянно периодически случаются какие-то пертурбации, да, и что-то, ну, прям видно, что, знаете, что-то теряется, а что-то приобретается новое. Вот. Я напомню вам, что Стив Джобс, когда, к сожалению, нас покинул, в общем-то, тоже все говорили, ну, все, Apple is doomed. Вот. А, в общем-то, все нормально у компании. Даже, судя по капитализации, у них вообще все очень хорошо. У них там рекордные кварталы один за другим идут, поэтому, может быть, все и не так плохо, но, в общем-то, мы, так знаете, из Россиюшки, из подкастика желаем Филу Шилеру всего хорошего. Доброго здоровьица. Да-да-да. Кому мы точно желаем доброго здоровьица, так это кибербезопасникам другой корпорации, вот, тоже американской. Называется она Intel, и корпорация Intel, в отличие от корпорации Apple, не везет практически всегда в последнее время. Но... В чем прикол? Че, почему у Intel все плохо последний год? Да мы это уже обсуждали. А, че там у Intel, это уже постоянная рубрика в нашем подкасте, но на неделе случилась совершенно восхитительная история. Извини, Максим, я тебя перебью. У нас в шоу-нотах по этой новости есть ссылка на твит. Ты заходишь на этот твит, и там написано этот твит из учетной записи, действие которой приостановлено. Потому что юристы Intel наконец-то проснулись и вынули голову из собственной задницы. А случилось вот что. Чувак, который даже не хакер, хакер не в понимании, что он взломщик, а в понимании, что он кибербезопасник. Он ищет уязвимости и рапортует о них. Ну, его уже заблокировали в твиттере, так что пошел он. Неважно, кто он. Никто теперь уже. Короче, он обнаружил огромное количество корпоративных данных Intel'а в абсолютно незашифрованном, несекьюрном виде. И он начал выкладывать архив по частям. Первая часть тепла на прошлой неделе это 20 гигабайт абсолютно конфиденциальных данных для партнеров компании, типа, например, компаний, которые делают материнские платы, компаний, которые делают компьютеры, собирают, да? То есть, такого рода партнеры. И из этих данных утекли бэкдоры, которые Intel использует для отладки своих процессоров, неанонсированные платформы, в том числе на слайдах, исходники кодов микропрошивок процессоров. И хакер пишет, что он дальше будет выкладывать, там еще вкуснее есть история, правда, теперь не в твиттер, явно. У Intel'а реакция такая, знаешь, интересная. Типа, вы знаете, а там пук-пук, ничего важного, это для наших партнеров, это не критичные данные. А что там вот из критичных данных по-твоему было? Ну, то есть, мне кажется, что утечка... Ну, например, механизм отладки. Утечка условных презентаций, ну, то есть, знаешь, там типа... Презентации херня. Мы сейчас на презентации расскажем вам, как работает наш процессор. Ну, то есть, как бы, и чё? Ну, утекла презентация, и все у нас радио. Дело все в том, что там есть прорва данных, типа микропрошивок, типа бэкдоров, которые используются для отладки, эти штуки можно отреверс-инжинирить. И у Intel'а и так огромные проблемы со спектром и милдауном, сейчас с новым очередным апдейтом производительность компьютеров на Intel'е опять упадет. Да. На Винде. Да и не только. Тимур, у тебя ноутбук вот на Intel'е же, да? На MacBook'е твой? i9. А что там, блядь? i9, да? i9, да? И в нем тормозит вов-камера, да? Да-да-да, и мы пишем следующий подкаст, и Тимур, знаешь, как в старом кино, он то ускоряется, то у него падает, ты знаешь, когда ручка там крутая. 8 FPS, да. Я понимаю, что вам легко шутить на тему того, типа, чего там, блядь, камера тормозит. Она тормозит, во-первых, только в Zoom'е, то есть, как бы, это проблема скорее Zoom'а, потому что, вот, когда я, например, помнишь, Дима, записывал этот ролик с Web-канерой? Мы не в попытках тебя там как-то унизить, оскорбить за твой выбор в сторону Macbook'а, хотя это, ха-ха, странный выбор, но я просто к тому, что у Intel'а куча проблем, Тимур, то есть, помимо тормозящей Web-камеры, и, возможно, это не от процессора зависит, исключительно, но, скажем так, если ты консюмер, и ты следишь за ситуацией, и вот ты, как бы, в 2017 году топил за Intel, ну, то есть, потому что на этого был резон, да, то есть, ты такой весь из себя чувак, который топит за Intel, всегда, и Intel всех делал, ну, то есть, кучу лет подряд, то с 2017 года тебе пора бы обновить методичку, потому что компания Intel обсирается каждый ёбаный год подряд, и с каждым годом этот обсёр всё сильнее и сильнее. Вся вот эта история с утечками, это, скажем так, вишенка на торте того, что происходило с Intel последние три года. И если вы не следите за этой ситуацией, то для вас это может, ну, как бы, какие-то новости, знаешь, определённые, типа, как это, Intel всегда рулил? А вдруг что это, он не рулит, что ли? Что за говно? Так вот, я вам объясняю, что с 2017 года постепенно, это как нарастающий ком проблем, он сначала был небольшой, а потом всё больше и больше, и больше, и больше. В итоге, к 2020 году, к сентябрю месяцу, уже там, к августу, да, такое количество проблем, что я не понимаю, как консюмеры вообще в принципе могут покупать сейчас что-то на Intel. Ну, то есть, это... Да, причём, давай скажем, что за проблема. Процессоры очень горячие, процессоры очень дорогие, процессоры по соотношению цена-производительность достаточно сильно проигрывают своим конкурентам от AMD. Процессоры очень... Если в играх ситуация ещё, ну, по крайней мере, в топовом сегменте более или менее паритетная, то есть, без разницы, вы купите Intel или AMD, вы получите плюс-минус одинаковую производительность. Хотя, вам, конечно же, на Intel надо будет посадить водянку. то в случае, например, с рабочими задачами, ну, блин, AMD просто нахер разрывает Intel. То есть, если вы там видео занимаетесь, или вот как Дима занимается у нас монтажом звука. Продакшн. Скажи, вот Дима у нас перешёл на 3900X. Я перешёл на 3900X не потому, что мне очень сильно нравится AMD, я сторонник Intel, ну, то есть, всегда был, по крайней мере. И AMD для меня это такой, знаешь, типа компромисс, скажем так. Ну, то есть, если ты не можешь себе позволить дорогой процессор Intel, ты покупаешь более дешёвый говёный AMD. Ну, так я всегда думал. Я могу сказать, что я перешёл на 3900X, он стоит 40 тысяч рублей, один проц. И аналогичный процессор у Intel стоит, блядь, дороже. То есть, он стоит там 1060, по-моему. По-моему, 75 даже. И нахуя он нужен, если он производительность даёт меньше? Вот я монтировал подкаст, тут у нас подкаст идёт 4 часа. И это занимало 15 ёбаных минут. Ну, то есть, понятно, что там звук, ну, там, да, звук, там не очень много как бы видеоэффектов, это тебе не видео монтировать, да? Но всё равно это время. Вот я поменял себе процессор, и могу сказать, что у меня теперь за 2,5 минуты всё это делается. 2,5 ёбаных минуты, понимаешь, было 15. Как? Я не знаю. Ну, то есть, как бы это вот так работает. И могу сказать, что я не удивлюсь, если Intel возьмёт своё, как бы, всё своё говно в руки, что называется, и там в каком-нибудь 2022-м или 2023-м году внезапно выстрелит и будет очень классный. но в этом году или там в предыдущем году, да? Или в следующем, как мы говорим. Ну, или скорее всего в следующем, да, потому что мы же знаем, что 10 нанометров у Intel это будущее, далёкое. У меня 7 нанометров процессор. И как бы я могу сказать, что да, возможно Intel в будущем как бы вытащит руки из жопы, что называется, и у неё всё нормально произойдёт. Но сейчас нет. И вот эта вишенка на торте с утечками, это же только первая утечка. Вот в чём проблема. Чувак честно сказал в Твиттере, что, блядь, есть ещё утечки, и там гораздо хуже данные. То есть не просто какие-то презентации, не просто какие-то спецификации купами какого биоса, не просто там, типа, технологические схемы процессора. Нет. Там утечки гораздо серьёзнее, которые уже попадают под NDA и попадают под, ну, что-то серьёзное. Мне кажется, именно поэтому его в Твиттере и заблокировали. Ну, это не спасёт, он в Телеграме всё выложит. Ага. Слушайте, говоря про... Вот мы сейчас обсуждали очень долго камбэк АМД. И АМД, кстати, одни из самых высокорастущих акций в этом году. То есть люди, которые купили АМД в прошлом году, сейчас просто в бассейн из денег делают. Говоря про камбэки, у нас огромный камбэк случился в игровом мире на этой неделе. Ну, в таком. Я бы сказал, даже не то, что в игровом, а в таком больше... В мире игровой тусовки, знаешь, культурный. Да, в мире игровой тусовки такой, да. Да, на YouTube неожиданно вернулся доктор Дезреспект. Ты смотрел его ролик? Да. Смотрел. Смотрел. Я могу сказать, что я охуел от того, что... Ну, во-первых, скажем честно, я думал, что ниндзя, вот который стримит Фортнайт, это топовый чувак, которого смотрят дохуище народу. Ну, то есть, у меня так казалось, что это топовый стример по миру, да? Это не так. Потому что этого самого Доктора Дезреспекта смотрело 500 тысяч человек. То есть, для сравнения, конференцию какого-нибудь там, не знаю, Xbox'а смотрело 300 тысяч. Ну, то есть, Xbox, хуй пойми, какой стример Доктор Дезреспект. Ну, это не хуй пойми, какой стример. Просто масштаб бренда, понимаешь? Масштаб бренда, Тимур. Sony смотрела 600 тысяч, понимаешь? Ну, то есть, что это такое? Дим, я напоминаю тебе, что Microsoft тоже это отлично самопонимает, и поэтому сейчас решу, что... А давайте не будем вообще проводить конференции. Но по поводу Доктора Дезреспекта могу сказать, что он же чмошник дичайший. Я не спорю. Я его не смотрю, но как бы есть люди, которым он нравится. Это же чувак, который сидит в образе быдловатого чувака, который такой, типа, я тут супер, а вы все говно, понимаешь? Но он Товгай, он в образе сидит. И то есть, он может тебе не нравиться, ты можешь его не смотреть, но, блядь, отрицать то, что его смотрят геманистическое количество народу, это глупо. И самая смешная с ним история, его же заблокировали на Твиче. Пожизненно. За что? Никто не знает. И были там спекуляции о том, что, ага, этот чувак два года назад изменил своей жене. Наверное, он опять где-то, блядь, засветился в каком-то сексуальном скандале. Не знаю, там, малолетку ебал. Ну, то есть, как вариант, да? Или там, он на самом деле там торгует с оружием, ну, или там наркотиками. Ну, то есть, как бы вот варианты, да, которые предлагал интернет, да, все это время. Ну, вот и начинается его стрим на Ютубе, ну, потому что на Твиче его забанили. Он берет, поворачивается, у него такие темные очки, он снимает эти темные очки и говорит, я хочу посмотреть вам прямо в глаза, когда я буду это говорить, чтобы вы видели мои глаза и знали, что я говорю правду. Он поворачивается, короче, снимает темные очки, у него под темными очками еще одни темные очки. Смотрит прямо в камеру и такой, вы хотите знать, почему Твич нас забанил? В душе не его. И самое страшное, что они же, он же сказал о том, что довольно интересную штуку. Мои юристы встретятся с вами ублюдками, да. Не так. Он сказал, что вы же понимаете, что во всей этой истории со стримингом завязано большое количество денег, партнерств, договоров и по этой причине учитывая, что меня забанили совершенно, вот как бы, закупами, что я не знаю, за что. Вот по этой самой причине, короче, мои юристы, вот они, типа, этим занимаются. И вот, а дальше посмотрим, мол, вот так вот. То есть никаких подробностей он не дал, но мотивация именно такая, типа, как бы, замешано вообще-то большое количество денег, ну, то есть я уверен, что у него было какое-то количество определенных, там, договоров. У него был трехлетний контракт с Твичом, трехлетний. Не только, вопрос в том, что у него огромное количество других всяких чуваков, которые там производят всякие там газировки, спонсоры там и прочее, которым там тоже договор типа на два года с каким-то пулом условно. Ну, я утрирую, да, но если мне тегом, я не знаю, да. И ты не можешь, и ты не можешь исполнить обязанности свои по контракту, потому что тебе забанили типа канал. Соответственно, я думаю, что вот с этой фигней сейчас придут его юристы и просто нагнут Твич на тему того, что типа они, по сути, не дали ему типа возможности продолжать типа его деятельность именно на Твиче с его аудиторией. Вот. Посмотрим, выйдет у него это или нет, но как бы я могу вам сказать, что Доктор Дезреспекта, как ни странно, у него есть чувак, который пишет ему музыку, у него есть несколько треков, и он такой классный ретро-вейв поет. Give him the love tonight. И он такой просто, господи, это такая сратая песня, как бы, ну блин, прикольная все равно. Я такой, хер стал. Он отыгрывает мачо из 80-х, у него же там вся эстетика 80-х. Да, у него все вокруг этого. Я в этом плане восхищаюсь Дезреспектом, потому что я его не смотрю. Я его не собираюсь смотреть, я не слежу. Но я каждый раз восхищаюсь людьми, которые могут играть вот такие образы годами и не сдуваться. Это реально вызывает восхищение. Потому что быть Максимкой из Автракаста очень заебывает парня. Вы бы знали. Максимка из Автракаста не отличается от Максимки из Казани абсолютно ничем. Что, ничего себе? Малыш, пердыш. Буль-буль, я плаваю. Бля, я абсолютно не могу секунду. Малыш, пердыш, сука. Ладно, пацаны, у нас вот еще один малыш, пердыш. Подожди секунду. Нам Василий указал на 100 рублей на похороны Intel. Спасибо тебе, братан. Дрочит и хохочет на 100 рублей. Дрочит и хохочет на 100 рублей. Товарищ Ма к Селектелу придет, а вот Хекстеру не придет. Ну да, только если это не будет какой-нибудь очередной Трамп, который решил заблокировать твой ТикТок. Ну как бы, камон. Дмитрий Подмосковный занял 100 рублей. Добрый вечер, ребята, люблю вас, это мой самый первый донат и он вам дальше больше. Ждем больше, братан, спасибо тебе большое. Spotify Native Ad занесла нам 100 рублей. Напоминаем, что по условиям контракта Максим должен похвалить лучший сервис стриминга музыки Spotify. Ну не за 100 рублей. Чего не знаю. Да, Spotify что-то. За рублей не хватит даже за один месяц подписки. Чего так мало Spotify, давайте побольше. Вот, короче, по поводу малышей пердышей, пацаны. Господи, блядь. Есть, 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 тут один такой, знаете, маленький фильм, который рекламировали очень сильно осенью. А ты пропустил другого МВШ пердыша, ну ладно. Ой, да забей меня, короче, вот. У нас там была история, что Ниндз вернулся на твич, всем похуй. Да, именно, именно. Короче, суть из того, что был фильм, который, знаете, его рекламировали весной? Да, помните весной? Я проезжал, блядь, мимо кинотеатров, просто нахуй огромные, были растяжки, такие просто гигантские, что типа Мулан, просто супер, ультра, ёбва, фильм от Диснея, вот смотрите, какая прекрасная актриса, как там всё круто, нет, дракончиков нету, мне теперь всё на серьёзных щах, вот это всё, и все такие, ну ладно, окей, посмотрим, и он так и не вышел, и теперь Дисней такой сидит, почёсывает как бы репу, и такой, я вот смотрю тут на фильм тролли мировой тур, который вышел в стриминге, который вышел только в стриминге, и у них в общем-то всё хорошо в итоге оказалось, типа, но я боюсь, что у Мулан примерно в 10 раз больше бюджет, чем у Труни, вот, поэтому, конечно, им... И у Мулан ещё очень датская система монетизации. Я просто к этому подвожу, о том, что как раз-таки Дисней выбрал немножко странную стратегию, они явно понимают, что им надо отбить большой бюджет, вот за все те рекламы, которые висели тогда на кинотеатрах по всему миру, весной, вот за это... Мулан, да. Да, вот за ИСИТи, картонные Муланы, им надо отбить этот бюджет, от потраченного было дохуя денег, и, естественно, они такие, типа, бля, как бы нам поджать побольше бабла? И они решили сделать финт ушами, они решили выполнить Google-стадию, просто по полной программе, короче. Они хотят, чтобы вы заплатили за подписку Дисней Плюс... 5 долларов. 5 долларов в месяц. Угу. А потом... заплатили за аренду Мулана. Причем, ну, чтобы вы понимали, типа, фильм будет с вами доступен до тех пор, пока у вас есть подписка на Дисней Плюс. Но, самое смешное, что они с вас просят не 5 долларов еще сверху, не 10, а 30. А сколько стоит... Это цена физического диска. Сколько стоит билет в кинотеатры в США? Ну, то есть, плюс-минус. А к саму 10, 15? Ты знаешь, в зависимости от 3D, а не 3D и кинотеатра. Давай по нижней цене. Поверхней планке. давай по нижней. Хорошо. средняя цена действительно 10... Нижняя, это действительно 5 баксов, а средняя 10-15. С даты кинотеатра до 20 долларов. А если ты идешь в Ваймакс, то у тебя 30-35 долларов. То есть, Дисней как бы намекает, что твой охуенный 32-дюймовый телевизор Юрюзань, Рубин, 800 на 600 разрешение, 60 Гц, да? Он охуительно показывает, блядь, на все 30 долларов. Так они объясняют это? Я думаю, что... Мне не кажется, что одна мышастая компания немного сжралась, ну то есть, мне так кажется. Знаешь, я в этом понятии я писал у нас в чате, что как бы мне кажется, что крутой схема монетизации в данном случае был бы как и сделать. Что типа за 10 баксов ты можешь только стримить фильм 720p типа на мобильных устройствах, ну там всякие айпады, айфоны и так далее. Так. Без вам множества AirPlay и так далее. Соответственно, за 20 баксов можно в 1080p на любом устройстве, ну типа даже на телеке и прочее. И вот за 30 баксов типа сделать фильм, во-первых, доступный тебе полностью когда угодно, ну то есть купить его даже без подписки Disney+, и чтобы это было 4K HDR, Dolby Atmos, вот это все. Ну то есть супер-сигр премиально. Я бы еще добавил к этой схеме монетизации вполне логичное решение как с играми. Ну то есть, вот хочешь на старте посмотреть, плати 30 баксов, хочешь через 2 недели плати 20 баксов, хочешь через 3 месяца плати 10 баксов, ну то есть, а потом оно в сервисе бесплатно за твои 5. Есть же торрент-эдишный. А, то есть он появится в первом же денье. Торрент для приговоров. Понимаешь? Да вы в курсе, кстати, что в свете вот этого новости сейчас поступило еще одно новости, прям как мы пишем. Подождите, одну секунду, я хотел просто доскать, что я видел замечательную картинку, когда в паблик Stalker 2 официальный чувак написал и говорит, здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, Stalker 2 выйдет на торрент или в общей сети? И он такой, типа, мы вообще-то осуждаем императорство. На что он пишет? Я не понимаю. Вы можете мне объяснить, пожалуйста? Нормально, можно сказать? Нормально, блядь, можно пояснить мне это? Пожалуйста. Он очень вежливо писал, я не понимаю, извините, пожалуйста, объясните нормальным мне. Просто, понимаешь, что чувак, у него даже нет в голове там, императорство, императорство. Ты скажи, блядь, в торренте вышло, выйдет, или в общей сети на DC++. Это очень частая история. Я иногда по своим знакомым и родственникам знаю, что они считают, что вот у меня провайдер МГТС, московская городская телефонная сеть МГТС, а я им плачу 500 рублей за доступ в интернет. Я не собираюсь платить ни за что больше в интернете. Я что вообще в интернет захожу, чтобы меня тут хуями крыли? Я уже заплатил 500 рублей МГТСу. Какие, блядь, проблемы у вас? Вы что? Короче, какие 30 долларов, блядь, Disney+, вы ебнулись там? Смотрите, с Disney+, история такая, что Disney же сейчас еще преобразовывает структуру бывшего 20 века Fox, и сейчас буквально вот поступило нок, что они перестанут выпускать диски. То есть UHD-версии старых фильмов они не будут делать, потому что пошли вы. то есть если вы ждали, что вы посмотрите в 4K HDR условный там правдивую ложь, пошли вы. То есть если у меня ситуация, я защищаю США, страну, сижу где-нибудь в Афганистане, такой американский солдат, Джон Смон, и у меня нет интернета. Ну или там типа 50 килобайт есть, чтобы отправить письмо жене. И я хочу посмотреть фильм. Как мне это типа сделать? Потому что вот мне диски передают там по почте. ты приходишь в местный кишлак, убиваешь пару талибов, забираешь у них видеокассеты, блядь, и смотришь, чем-то. Ты знаешь, это третья битва за интернет-кафе в Масуле просто. Типа того, да. Короче, я могу сказать, что, конечно, Disney немножко охуел. Немножко? Но я прямо чувствую, как вот эта история с Мулан нихуя не выстрелит. И я уверен, что они к моменту, когда вся эта фигня 4 сентября будет релиз, мне кажется, они переиграют эту всю историю. Или они прям такое количество говна заворотник получат. Есть куча фильмов, которые нормально взлетают в стриминге. Ну, то есть, у того же Netflix есть куча фильмов, которые... Чувак, невидимка, невидимку, которую мы, помнишь, вы тогда смотрели? Продавали за 20 баксов. И он оказался очень успешным. 20 баксов. Без подписок, без просто продажи 20 баксов. В iTunes. Он, по-моему, везде стоил за 20 баксов, короче. 20 баксов, идеально, все, вот он, у него все хорошо. Но опять же, у него бюджет раз 200 меньше, чем у Mulan, потому что картонных невидимок не делали по всему миру. Counterpoint. Netflix вышел на окупаемость, Netflix приносит деньги, и там, короче, баланс, что если бы они так жестко не тратились на контент, они бы, в принципе, были в хорошем плюсе. И, при всем при этом, у Netflix, вот, ты смотрел «Бессмертную гвардию», она стоила 75 миллионов, Extraction 65 стоил, а фильм про Евровидение там в районе 40, да, но при этом у них есть ебейшие блокбастеры. То есть, вот, Six Underground, это полноценный голливудский фильм. Думаю, картонные муланы стоили очень дорого. Да, и здесь начинаешь задумываться, сколько же компаний типа Диснея всирают в кинотеатральный маркетинг на самом деле. А вот объясните мне, почему, если везде закрыты кинотеатры, ну, я в США в основном имею в виду, в Китае же кинотеатры открыты, разве нет? Почему они там и не прокатили муланы? и не во всех. Не все, там очень жесткая система, там, короче, тоже, что не просто с Китаем. То есть, в этом плане, мне в этом плане интересно посмотреть, как будут Ворнеры отбивать довод, потому что довод все-таки выйдет в кинотеатрах, он выйдет очень разбито, то есть, он сначала выйдет в Европе, выйдет в России в августе, потом он должен выйти, ой, в августе, в сентябре, потом он должен выйти в США когда-нибудь, когда там все переумирают. И потом уже в стриминге, да? Да, и потом уже он только появляется в стриминге, потому что Ворнеры, вот, знаешь, Ворнеры в этом плане молодцы, они прекрасно понимают, что не отбить блокбастеров 200 миллионов долларов со стриминга, но это утопия. А можно еще вопрос? Я небольшой специалист по поводу раскрутки кино, объясните мне, а что мешает вот сейчас выпустить, допустим, в стриминге, а там спустя год или там полтора, когда все устаканится, выпустить их в кино. Ну, то есть. Это должен быть культовый, легендарный фильм, на котором... Да, какая-нибудь «Космическая Одиссея 2001». Например, «Мулан». Самому-то не смешно? Почему? А почему не должно быть смешно? Я не помню. Ну, ладно. А книга дубой? Да, да. Дим, Дим, а теперь внимание, 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 внимание. «А помнишь, был такой фильм с Уиллом Смитом? Алладин». Мне понравился. «А помнишь такой фильм с Уиллом Смитом?» Я не помню название. О, такое кино! Боевик! Дима Смит еще молодой, блядь, сука, как называется? Ты сейчас назвал почти всю его фильмографию, Дим? Нет, ну, недавний, блядь. Сука! Охуенное кино! Ну, Гемини это был, Гемини! В кавычках, блядь, охуенное в кавычках. Гемини его там отвратительное говно, господи, блядь, лучше бы я не смотрел. Нам, Бобок правильно пишет, нету там 30 баксов. Средняя цена на билеты в Штатах 9 долларов, а в Аймаксе 15 и 19. Ну, то есть 30 баксов это в любом случае дохуища! Понимаешь? Я вот это... Ты же сможешь фильм посмотреть несколько раз. Ага, у себя на телевизоре Юризань, 800 на 600. Да, да, втроем. Круто. Втроем обычно смотрят Netflix and chill, Кимур. Вдвоем обычно. Можно втроем, просто это зависит от твоей изобретательности. А давай посмотрим Мулан. Это история, которая приближена к китайским мифам про Мулан, и там не будет никакого смешного дракончика, который будет тебя постоянно там шутки какие-то выдавать. Нет, там будет все на серьезных щах и все приближено к реальности. А может лучше, блядь, включим восьмой сезон Игры Престола? И на этом все закончится. Потому что такие моменты включаешь. Давайте лучше романтическую комедию посмотрим. да, да. Ты знаешь, это вот буквально вчера. Слушай, на Netflix вышел новый там, типа, там сезон того-того-того. Да, да, надо посмотреть, включаем Капитана Америку, блядь, и залипаем на 2 часа первого. Так это и работает, потому что мозг уже не работает к тому моменту. Ну, короче, у вас, как бы, планы на Мулан низенько-низенько, да, лежат? Ну, то есть, вы думаете, что она не взлетит? Я думаю, что не взлетит. Ну, ладно. Ну и пошла она. Ну и пошла. Тем временем, доктор без респект занес нам 300 рублей. Так-то я один из лучших игроков в колду, и некоторым не понять, как это круто, но Димка-то поймет, какой я офигенный. А я знаю, братан, спасибо тебе. И он же занес нам 100 рублей. Тимур, погугли-ка сборы нового Короля Льва. Э? Да, потом погугли, пожалуйста, его маркетинговый бюджет. Это, знаете, фильм собрал миллиард долларов. Ты такой, чё-чё-чё, бля, охуеть, а потом смотришь там по разным источникам, потому что нет единой базы. И ты этот фильм, знаете, блядь, 500 миллионов стоил в продакшене с маркетингом, еле-еле в ноль закрылся, собрав миллиард. Вот примерно так это и работает, если что. А потом смотришь, невидимку, который я снял, соответственно, режиссер апгрейда. За три копеечки. За копеечки. Да, короче, но фильм нормальный в целом, короче. на самом деле вспомните Джокера. У него бюджет 60 миллионов, он заработал миллиард. Вот. У этого никто не ждал. Даже сам хочет. Да. Ржокер. Ржокер. Ловушка Ржокера, да. Давайте дальше. Пацаны, тут довольно классная новость случилась. Дело в том, что мы много раз упоминали о том, что существует, так скажем, генеративная нейросеть, которая называется ГПТ. Соответственно, это нейросеть, которая, соответственно, генерирует тексты, осмысленные. И причем тексты... Не совсем так. Она додумывает за пользователя, чем кончится текст. Я бы садок, не так. Она их генерирует по заданным параметрам. И суть в том, что когда мы говорим тексты, мы говорим не только об осмысленных текстах. Мы говорим о коде, например, потому что нейросеть учится, что есть синтекс из текста, это типа HTML и CSS. И ты берешь и пишешь типа там, братан, хочу себе сайт-визитку, чтоб богато было и пиздато. Много картинок. И котика. Если ты ее хорошо обучил на подобных сайтах, то она будет тебе это выдавать. Да, это правда. Она тебе реально делает, мало того, что тебе макет сайта рисует, так еще тебе и код дает этого сайта. То есть это вот, когда мы говорим о работе с текстом, это не только текст какой-то вот просто осмысленной литературы. Потом мы уже вам рассказывали про игру, которая называется AID Engine. Это, собственно, вот история с тем, что вы выбираете какой-то сеттинг типа там какой-нибудь фэнтези, и игра вам типа дает какую-то затравку, и вы, соответственно, с этой игрой дальше в текстовом виде говорите, ну там типа вы стоите около склада с бочками, после по-какалитическом мире 3000 лет прошло с того момента, как типа там все человечество умерло, и вот вы стоите на этом складе и непонятные бочки. Типа ты пишешь, я постоянно подрочил на эти бочки, и тебе говорят, да, когда вы подрочили, и семяизвержение произошло на эти бочки, вышли непонятные грибы из этих бочек, они были живыми. Ты как бы немного утрируешь, я могу сказать так, ГПТ работает классно, и иногда абсолютно непредсказуемо. Ты не ждешь от нее каких-то так определенных результатов. Но если ты видел предыдущие итерации ГПТ, там 2, например, и ГПТ-3, то ты понимаешь, что здесь огромное количество параметров вот в этой нейросети, которая заложена, и она обучалась на огромном количестве английских текстов, и в основном она дает тебе, как бы, ну, достраивает до тебя текст. То есть, если в контексте AI Dungeon говорить, то там есть такие моменты, когда она просто не знает, чем может закончиться твой текст, который ты ей написал. Такое тоже бывает. То есть, не надо думать, что это какая-то, блядь, охуенная магия, которая так работает. Это не так. Но там есть какой момент. Дело в том, что, как вы знаете, эту нейросеть делает содружество, которое называется OpenAI, и поскольку они очень боятся того, что эту, собственно, нейросеть будут использовать, так скажем, в каких-то плохих смыслах и для плохих целей, типа, они не дают возможности ей открыто пользоваться ее исходным кодом, соответственно, ее датасетом и всем-всем-всем, кому попало. Они очень четко отбирают людей, которые, как бы, приходят, типа, питчат, для чего они будут, собственно, эту сеть использовать. Они говорят, да, братан, окей, давай, короче. И, в общем-то, очень активно следят за тем, как, в общем-то, эта сеть работает в руках каких-то конкретных проектов. Вот. В данном случае тут один чувак пошел и, в общем-то, доказал, что страхи этих чуваков, они, в общем-то, не беспочвенные. Потому что один чувак пошел и сделал бложек в интернете, все тексты, в котором генерировала, соответственно, эта нейросеть. Так. И он, естественно, он нигде на нем не написал, что это блок нейросети. В какой-то момент он сказал, что, вы знаете, буквально вот тут за несколько недель на моем блоге уже 26 тысяч читателей пришло. А в комменты люди пишут, типа, вполне адекватные штуки, как бы там вообще все. Никто не догадывается, что это, как бы, нейросеть пишет. И, то есть, ты можешь натурально пойти, причем там он пишет, что, типа, уже есть 60 человек, которые подписались, типа, на рассылку этого блога. И только один человек написал, что, типа, скорее всего, это было, это пишет нейросети. Один из 26 тысяч. Понимаете? И это просто все к чему ведет. Потому что это действительно правда. Вот, можно пойти и навернуть, мало того, что какой-то блогик, который будет коммерческий, тупо на бабло. То есть, тебе не нужны копирайтеры, никто ничего. Можно использовать для SEO, потому что может генерироваться огромное количество информационки или там, типа, соответственно, блоговых всяких, ну, там, тематических страниц, которые будут вести к тебе и обманывать, по сути, поисковики уникальными текстами. И это можно использовать для политики, для ведения социальных сетей. Ну, что такое угодно. История была давным-давно, когда люди делали, как же они назывались, эти сайты, которые были однотипные, их было очень-очень много, и они ссылались на один единственный сайт. всякие помойки с приколами сегодня. Не-не, типа Дарвея, да. То есть, история в том, что, типа, ты делаешь кучу-кучу сайтов с каким-то осмысленным, якобы, текстом, и там дают ссылки на какую-то определенную страницу, и за счет этого у тебя там повышается инвестируемость этой страницы, на которую ты ссылаешься. Мне кажется, что найдут способ находить такого рода сгенерированные страницы. Ну, то есть, как бы это мы сейчас не знаем такого способа, но он наверняка будет в будущем. Ну, ты знаешь, в любом случае, я могу сказать, что это, конечно, впечатляет. И действительно, куда это уйдет в будущем, мы никто этого не знаем. Потому что это то, чего... Знаешь, помнишь, вот как тот пример, издалека зайду, когда ты смотришь Blade Runner, самый первый, и ты понимаешь, что там далекий мир будущего, летающие машины, там типа андероиды, мы полетели на другие планеты, вот это все, короче. А потом он заходит в бар, и в баре подходит к видеофону, чтобы позвонить человеку. Потому что в тот момент люди даже, ну, даже не думали, что у каждого будет кулюшка, которая позволит тебе делать как бы это спокойно. И видеофон выглядит как обычный телефон, такой, знаешь, трубка с этим, с проводом вьющимся, такая типа. Алло, алло, это видеофон, привет, Тимур, привет! Вы направляете себе, о чем сейчас общая речь? Давайте я хотел вам договорить этот момент важный, что здесь, это тот самый момент, когда мы видим что-то, чего не было в романах, в фильмах, того, чего мы могли ожидать еще там 10 лет назад. Ну, то есть как бы мы не знали, что компьютер действительно сможет создавать какие-то совершенно адекватные тексты, потому что в нашей голове это был некий искусственный интеллект, который там, знаете, как в Сире, только типа очень умный, ты ей что-то говоришь, она что-то генерирует, генерирует там и прочее, а то, что компьютеры будут маскироваться от человека, по указке человека, в таких вещах, как там, типа какое-нибудь приложение, чат-боты, что это будут там какие-то тексты там в интернете, что это будут комментарии впоследствии, которые будут люди тебе оставлять. Вы представляете, как с помощью этого ГПТ-3, как ботафермы, которые сейчас люди используют там в политических целях там в Твиттере, там всяких, в ЖЖ там раньше использовали, как люди, которые сидят в условных там старом Альгино, да, каком-нибудь, там печатали на зарплате все эти адские комменты, да, теперь это все будет делать комп сам, один, ну, вообще без зарплаты, понимаете? Хотя, бюджет будет выделяться в два раза больше. Люди потеряют рабочие места, причем, вы знаете, если вы хотите на практике посмотреть, как это работает, а не слушать наши глупые неправильные объяснения, вы можете скачать прямо сейчас из App Store игру AI Dungeon. Да, мы как раз о ней говорили. Вот. И понажимать на нее, она абсолютно бесплатна, и меня поражает другое в этой всей нейросети, меня поражает не то, что она там пишет, как живой человек, и так далее, и так далее, и так далее. Это не очень сложно сделать, потому что живые люди, вы переоцениваете, насколько они умные и оригинальные. это, в общем-то, это не сложно, знаете, типичного кремлебота имитировать. Главное, методичку загрузить. Тут, скорее, меня поражает, как она на лету генерит реально истории. И вот, вы знаете, был этот, как он, Николай Иронов, или как эта херня у Лебедева называлась, типа он там дизайны генерил нейросетью. Но это ведь может применяться, например, если у вас Райтерс Блок, вот вы писатель, вообще максимально далекий от нейросети человек. Макс, ты играл в A-Dungeon? Скажи мне, вот честно. Я тебе объясню, у вас Райтерс Блок, вот вы запуткаете A-Dungeon и смотрите, что за херню вам генерит нейросети. Скорее всего, она вам подкинет какую-нибудь идею, которую вы уже, как живой человек, разовьете во что-то нормальное. Возможно, ты прав, но я могу тебе сказать, что я как человек, который играл в A-Dungeon довольно долго, она нихуя не умеет придумывать что-то новое, то, что в нее не заложено. Как и писатель. Представь себе банальную ситуацию, да, у тебя есть какая-то фэнтезийная история, там, про какого-нибудь, там, блядь, злобного короля, про какого-нибудь злобного колдуна и там какую-нибудь принцессу, которую надо спасти. Так вот, если ты ей не будешь давать новых поступлений информации, если ты не будешь рассказывать о том, что, ага, вот этот вот чувак, это на самом деле брат вот этого чувака, она не сможет тебе дать нового, да. Сейчас это, естественно, передний край, и как мы знаем, нейросети становятся лучше, чем больше даты они пылесосят. И понятно, что пока у ГПТ-3 сетей нет такого количества даты, но пройдет условных 10 лет, и даты будет очень много, и ГПТ-3 начнет генерить пугающие, интересные результаты, понимаешь, вот я к чему веду. И в этом плане вы не думаете, что нейросети поменяют только технику или технологию, они поменяют некоторые творческие моменты, понятно, которые будут потом допиливаться живыми людьми, но тем не менее. И в этом плане вся эта история с Богом на ГПТ-3, она действительно интересная, потому что она поднимает не только вопросы технические и вопросы медийные, она поднимает вообще вопросы с точки зрения искусства, творчества, этики как таковой. Так что, пацаны, если вы ждали трансгуманизма и киберпанка, поздравляю, вы здесь, вы находитесь здесь, это называется. Не знаю, я склонен преуменьшать результаты ГПТ-3, потому что она пугает, конечно, людей, которые вот с этим никогда не сталкиваются, но могу тебе сказать, что на примере той же самой AI Dungeons, она классная, но это игрушка, не более. Ну, то есть, у меня такое ощущение от нее осталось. Тем временем, пунь-пунь, занесло 100 рублей, вечер в хаты на советующий район, где снять квартиру в Москве за 40-50к, на Коломенске хорошо, но Москва большая. Интересно ваше мнение. Тимурчик? Да. У тебя нет мнения по этому поводу? Я прослушал все, я немножко отвлекал. Где снять хату в Москве за 40-50к, на Коломенске хорошо, но Москва большая. Слушайте, я могу сказать так, что, типа, вообще, я очень люблю юго-западный район, я люблю, как бы, центральные всякие части. За 40-50 тысяч можно снять однушку поближе к центру, типа, в районе, условно, там, Шабловки или, там, Ленинского проспекта, крутую, там, хорошо сделанную, короче. Или двушку, но подальше, типа, где-нибудь в районе, там, академической, профсоюзной, типа, и там будет хорошая квартира. Или можно, например, в районе 1905 года поискать. Там тоже есть очень хорошие места и красивые, такие пространства. Вот. Я очень не люблю Восток Москвы, как бы, и вот, как бы, я поэтому там и не стал. Но это, типа, все на вкус и цвет. Ну, как говорится, потому что... Слушайте, нам тут хорошо Фил Спенсер пишет, вы знали, что Арон Гринберг это КПТ-3, который работает на Азур? Звучит пугающе, реалистично, Фил. Может, это правда, действительно. Ладно, пацаны, короче, у нас еще есть довольно классные в этом плане новости. Дело в том, что, мы тут, знаете, пинаем периодически Xbox. Так. Давайте, давайте попинаем Sony. Так. Короче, но, знаете, пинать, если честно, не за что, потому что... В смысле, не за что, блядь. Знаете, пришла Sony и сказала, вы знаете, мы сейчас проведем конференцию State of Play, на которой не будет анонсов для PlayStation 5. Будут в основном старые игры, короче, игры для PlayStation 4 и для, типа, PSVR. Ну, как бы ничего такого типа серьезного не ждите. Тут же все русские блогеры такие, пиздец, ждем цену на PlayStation 5. Ну, естественно, на самом деле, как бы, никакой там цены на PlayStation 5 не было. Но, вы знаете, как говорится, мы особо ничего не ждали, но мы все равно остались разочарованы. Вот в чем проблема. очень много инди-говна, в которой ты не будешь играть. то есть, я не понимаю, вообще, нахуя это показывать. Ну, то есть, смотри. Вот самое главное, да, презентация не нужная. Зачем было делать в целом вообще конфу, на которой ты показываешь такие игры? Это все, понимаешь, все анонсы с этой конференции прекрасно могли, знаешь, всю неделю укладываться в блоги PlayStation и мир бы ничего не потерял. Это правда. Второй момент, вы, ну, как бы, достаточно часто забываете о том, что у нас теперь нет E3. У нас в этом году не было E3. И на E3 вот вся вот эта вот сорокаминутная презентация могла быть уложена в двухминутный видеоролик, в который ты вот запихиваешь вот так вот на E3, просто кидаешь его в перерывах между двумя крупными анонсами. Ну, то есть, типа, вот нарезка инди-говна, давай, пожалуйста, давай там покажем что-то классное, давай там покажем что-то замечательное. Да, возможно, вы будете в это играть, но это не те игры, скажем так, ради которых покупают консоль, или вообще на которые стоит акцентировать внимание. Нам пишут по поводу того, что там показывали же Алана Вейка в контроле, но, пацаны, то, что контролу есть DLC, как бы мы знали давным-давно. И то, что оно про Алана Вейка тоже знали довольно-давно. Ну, в общем, Про это никто, по-моему, он не знал. Ты видела логотип АВЕ? То есть, когда они опубликовали логотип третьего дополнения, мало то, что АВЕ это он Вейк. Вот, так там оно еще нарисовано было в стиле логотипа первой части. Ну, короче, я немного разочарован, я могу сказать, что я не понимаю, нахуя это было все показывать. С одной стороны, это, наверное, классно, но с точки зрения того, что ты... А знаешь, я догадываюсь, почему. Да, что? У меня есть теория, может, кстати, Тимур ее проверит, мне кажется, что Sony взяли на себя какие-то партнерские доковидовые обязательства по ряду игр. Вот. И этот State of Play надо было просто провести. Понимаешь? Вот в чем история, что типа, ну давайте мы вас там покажем на одном из State of Play, там они хоп-хоп по рукам подписывают контракт с Деволвером, там, с условными разработчиками Хитмана, там Warner Brothers Games, кстати, издатель. И потом случается ковид, и все сыпется, и мероприятия должно было быть в году много, а их немного. И вот получилось, что получилось, ты знаешь. Вы знаете, вообще, я хотел сказать важную штуку, которую наверное стоит тоже озвучить, что PlayStation хоть и является, знаете, такими сейчас чуваками, на которых все смотрят, такие типа, о, там вот сейчас PlayStation вам всем покажет, а Xbox там обсирается, а Nintendo вообще ничего не анонсирует, ха-ха-ха. Но какая-то, как это вот, знаете, вот праздника, как было с E3 когда-то, вот этого праздника нету. И помните, даже обычно в июне, в июне прям ебашили вот эти анонсы, а потом в июле-август все было такое со спокойненько проходило. Ну да, да. Проходил вот Gamescom в августе, как бы все понимали, что ну окей, но зато типа в июне как ебануло, и в августе на Gamescom ведь тоже что-то показали, а потом в сентябре сейчас вот покажут, типа на Tokio game show какую-нибудь ебанину, ну нормально. А сейчас как-то, знаете, вот все это размазали, и вообще неинтересно. как бы каких-то прям крутых вещей, еще не было ни одного крутого анонса, крутого показа, который ты прям сможешь такой ебать прям. Понимаете, даже вот первый самый вот этот ревью как бы PlayStation таких вот этих игр всех, ну было прикольно, типа, ну вот нет ощущения такого, что типа охуеть. А от Xbox у тебя есть такие ощущения? Нету, тоже. А, то есть никакие фейблы, ни прочие тебя не убедили? Нет, ну как прикольно, но что-то, вот знаешь, не вот прям прям охренеть, тем более, что вот для меня там сталкер тоже неплохо. А ты знаешь, я связываю это отчасти с тем, что итеративность в консолях появилась, потому что раньше все-таки мы меняли поколение, это была полная революция, вот прям реально революция. В этот раз у нас в общем-то итеративность. PlayStation 5, да, это полностью новая железка, полностью новый геймпад, полностью новый S, с нами переезжают старые игры, с нами переезжает старая экосистема, и впервые за очень долгое время, например, для Sony перекат очень плавный, максимально плавный, и это тоже забирает свою часть этой атмосферы. В случае с Xbox они сразу такой экосистемный подход взяли. То есть мне кажется, что отчасти еще и с этим связано, что надо к этому, наверное, привыкнуть, потому что поколение в таком резком тональном перекате, как они были, например, раньше, они уйдут, действительно. Я думаю, еще проблема в том, что мы все-таки сами себе перехайпили все эти анонсы, что у Xbox, что у PlayStation, потому что все эти замечательные инсайдеры, которые говорят, бля, будет ночь падающих микрофонов, когда Microsoft выйдет и такая скажет, блядь, у нас есть охуеть, вот эта игра, вы никак в жизни подумали, что она у нас есть, и такая mic drop соси Sony такая и как бы а потом, знаешь, а потом а потом с рейнг пук пук и как бы да, у нас есть игры, приходите на нашу транслямцию, да, а потом с рейнг пук и аккуратно редактируют пост, написанный 5 мая, согласитесь это странная хуйня, то есть они в мае в мае конкретно сказали, что пацаны у нас будут с мая во-первых это 20 лет франшизы Xbox 2020 год 2020 то есть мы назовем это Xbox 2020 и мы будем блядь каждый месяц просто ебашить вам новостями да не всегда это будут хорошие новости ну в смысле не всегда большие новости не всегда не всегда хорошие не всегда большие новости не всегда там какие-то блядь мощные но мы каждый месяц будем блядь поэтому отчитываться и буквально там пару дней назад они написали на своем блоге конкретно в этом же посте про майский анонс того что вот это Xbox 2020 что срень пук пук знаете а давайте мы откажемся от фразы Xbox 2020 Xbox 2020 потому что наверное мы не будем делать каждый месяц ежемесячное шоу наверное мы будем вот по мере готовности так сказать то есть вот есть новости будем выкладывать нет новостей не будем выкладывать ну то есть вот как-то так потому что срень пук ковид все плохо в общем и как бы на этом все закончилось это что касается у Xbox и я думаю что то же самое у Sony ну то есть плюс-минус происходит только они не обещали как бы каждый месяц об этом разговаривать но я уверен что ковид поднасрал и тем и другим ну то есть как бы тяжело надо же понимать что с ковидом наложилась еще абсолютно идиотская ситуация в США и например сейчас на американском неком аналоге и авито появились объявления знаешь когда помнишь лутали магазины так кто-то сейчас спиздил новый Xbox да почти что и кто-то спиздил новый Xbox знаете как бы забыли рассказать про важную штуку вот я извините на секундочку вернусь к PlayStation дело в том что практически все инсайдеры говорят о том что типа Sony якобы заключила с большим количеством компаний продуктов и проектов различные эксклюзивные сделки ну типа сделки об эксклюзивности и пишут что вы просто охуеете когда узнаете можно что там такое вопрос к тебе сразу а ты не кажется что вот такая же хуйня как которая типа ой у Xbox будет Mike Drop Moment это примерно та же самая ерунда то есть типа не кажется потому что блять блять сейчас сейчас Sony нахуй всех купит и будет охуенно вот это примерно такой же условный Аарон Гринберг который знаете что у него что у Филоспансера надо микрофон отнимать просто знаете потому что люди пиздят когда не надо пиздеть да и Sony то вообще ночью воды в рот набрали и ничего не говорят но я вам напоминаю тут Call of Duty все никак не анонсирует новый и якобы анонсирует его что-то типа 20 что ли а в 14 там да сейчас ARG да короче и в общем-то уже все понимают что бля борят ну кому не надо вот и я просто к тому что во-первых Call of Duty во-вторых там пошли конечно совсем слухи один бредови другого про GTA 6 да охуительный что GTA 6 да будет эксклюзивом хотя я бы после успеха Final Fantasy 7 ремейка который вышел только на PlayStation 4 и его отгрузили более 5 миллионов штук я бы не удивился если бы Скворечник вот так же на год да блять ты зачем творишь бесоебишь педик маленький ну так вот возвращаясь к тебе бля он так в камеру смотрит я не могу просто абсолютно я нет я не педик я хороший вот и просто ладно тогда в общем неудивительно углядая на продажи Final Fantasy 7 ремейк что Square может спокойно махнуть нахуй рукой на Xbox на какое-то время может да вот давайте короче вы знаете мы хотели вот что еще обсудить дело в том что тут же появилось вот в ближайшее время должно начаться открытое полностью бета Avengers и я вам напоминаю что типа вообще-то как бы она уже довольно давно идет давно идет закрытым видео и в нее поиграло много людей и ну как вы знаете Avengers Marvel's Avengers это игра которую по-моему знаете вот в момент ее анонса вот есть такие игры которые всем понятно что пиздец хуйня ебаная кроме всех вот всем понятно кроме разработчиков игры собственно хотя когда ты уже конечно вложил уже такое количество денег ресурсов и прочее ну что ты можешь сделать блять только выпустите ее уже и все ты будешь смеяться но на бету я бы не сказал что негативные отзывы вот что-то смех я могу сказать так что типа я все что я не читал все что я смотрел комментарии типа на ютубе все что я видел как бы как сам по себе ролик говорят что игра в целом норм но мало того что она блять тормозит ну то есть там она даже на PS4 Pro там идет в 20 с фреймрейтом который онлокнутый который якобы до 60 фпс должен попрыгивать она периодически идет 25 а то ты у кого читал это я видел в нескольких обзорах вот я могу тебе сказать что я видел несколько обзоров в котором чуваки пишут что блять она идет вообще идеально ну то есть у нее вообще никаких проблем она на обычных на обычных P4 до 20 фпс ну вот я тебе говорю что я читал обзоры в которых пишешь что да блять все заебись есть этот график с компарижен на ютубе посмотри Avengers Beta и ты сразу все увидишь скину тебе ссылку полтора часа прохождение всей беты вообще всей там ничего не тормозит вообще скинуть посмотришь или будешь и дальше со мной спорить по этому поводу нет ну я пластериш не почему я просто к тому что мнение довольно странное и я могу сказать так меня эта игра не впечатляет ну то есть я вот сколько посмотрел роликов сколько почитал обзоров все говорят блять это охуительный game as a service experience это охуительный experience в плане того что если вы любите Marvel если вы любите мстителей если вы любите этих персонажей проблема в другом то что это игра которая рассчитывает на то что ты будешь дрочить в нее блять вот эти вот собирать ссаные восемь сколько там семь видов разных 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 материалов разной валюты прочего говна проходить миссии по 150 раз то есть теоретически у тебя сколько часов в Destiny теоретически это такая как Destiny но от третьего лица и про мстителей ну то есть плюс-минус лутер-шутер если хотите все что ты можешь получить не классные какие-нибудь пушки да а ты можешь получить Майкл Коголичку для Халп ну типа того а в чем проблема ну то есть если тебе это нравится вот и я смотрю на эту историю и думаю это не моя игра ну то есть вообще мне вообще страшно вообще поебать на мстителей изначально просто охереть какие продажи я тебя уверяю знаешь нам на зло мне тоже так кажется и в этой связи знаешь вот у нас нам надо вводить рубрику на постоянной основе геймеры недовольны и значит на этой неделе геймеры недовольны тем что Человек-паук стал эксклюзивом PlayStation во мстителе согласитесь это странная хуйня ну то есть если бы ну потому что я могу понять почему Человек-паук ассоциируется с PlayStation и Sony ну то есть понятно да у них там какие-то терки легальные в этом плане но Sony снимает фильмы про Человека-паука это же это же блядь насколько в контексте игры бесполезен этот ёбаный персонаж если его просто вот так берут и нахуй выкидывают только на одну платформу то есть в контексте в контексте игры он не важен он для сюжета не важен это в лучшем случае дополнительные миссии в которых ты играешь за Человека-паука а в худшем случае в худшем случае это если ты вместо там не знаю какой-нибудь вдовы взял поменял на Человека-паука все только на PlayStation я тебе лучше скажу что это будет не Человек-паука Зигар Инсобник это будет их собственный Человек-паук это опять косплеер блядь Денис косплеер знаешь Человека-паука из фильмов Марвел такой нет знаешь что он в майке-алкоголичке ты видел как выглядят все остальные блядь это же просто пиздец особенно мне Тор понравился Тор такой сратый просто там вообще наш баху в пельмени Виктор Музуев нанес нам какое-то количество денег 400 рублей по-моему и сказал Тимур ну разбань Тимур Тимур ну мрамм разбань ну смотрите раз уж мы говорим про Xbox в том числе то стоит упомянуть довольно интересный с точки зрения маркетинга позиционирования и вот знаете стратегии выхода на рынок современный у Xbox потому что напоминаю вам что секрет Калишинеля что существует некая консоль Xbox Series S которая якобы будет более слабой чем Xbox Series X она будет по мощности примерно плюс-минус как что-то типа среднее между PlayStation 4 Pro Xbox One X и типа новым Xbox Series X то есть типа ну не очень мощная но нормальная ну то есть там 7 Teraflops не меньше 6 чуть ли не 4 будет 4 то есть слабее чем One X чем One X но с более новым процессором из SSD так понимаешь то есть непонятно никто про нее толком ничего не знает но прикол в том что дело в том что про нее уже типа известно что она что она будет вопрос только в том когда сколько будет стоить типа какой она там будет мощности как ее будут позиционировать никто не понимает в чем прикол потому что уже нашли официальную коробку контроллер да о чем мы говорили заутали не нашли а заутали да то есть от Xbox Series S причем белый контроллер несмотря на то что Xbox Series X напоминаем вам что он черного цвета и контроллеры которые показывали с ним тоже черного цвета а тут уже нашли и контроллер и коробку уже все и инструкцию и уже инструкцию нашли и в ней внутри и как бы и на коробке написано что контроллер нужен для Xbox Series X и Xbox Series S то есть уже в типографии уже в печати уже есть вот эти коробки с подконтроллеров в которых уже есть эта консоль но типа консоль там нет коробка Тимур там еще круче история там не коробка ограбили таргет где-то в США спиздили оттуда геймпады живьем геймпады вот продавали их за 45 баксов их было несколько и какой-то чувак это купил выложил на Reddit а потом это подхватил Verge и дополнительно и сам контроллер и инструкция к нему то есть это все это уже готовая коробка которая поступает в каналы розницы потому что они видимо снимают старый с производства и чтобы заводы не стояли они делают новый контроллер и вроде бы его отгружают и прикол есть в том что вот мы говорим Xbox Series S там есть инструкция типа по подключению этого геймпада как на каком устройстве это нажимать чтобы его подключить и там есть Xbox Series X там есть мобильный телефон планшет компьютер но нет Xbox Series S потому что известно что он будет без дисковода вывод из чего мы делаем вывод что возможно Xbox Series S будет в таком же корпусе как Xbox Series S ну там с дисководом понимаешь а именно кто тебе сказал что дисковод не будет да тебе консоль официально не анонсировали а что ты решил что не будет точно такая же консоль давай давай опять со слюнкой абсолютно все инсайдеры говорят что будет версия без дисковода якобы там даже геймпада не будет в коробке чтобы типа совсем максимально сбить цены я не очень без геймпада не могут продавать потому что ну вот это идиотизм подожди подожди скажи это компания Nintendo которая продает беззарядных устройств своих она продавала 3ds да охуительная консоль которая беззарядное устройство дативная консоль беззарядки продавалась купи зарядку ты что дебил вот тут то же самое купи геймпад ты что дебил что ли он без геймпада не работает да все иди купи зато 200 долларов у меня есть у меня есть теория и называю можете меня хуйсосить в ноябре что я думаю Xbox Series S выйдет следующая весна просто чтобы упростить логистику чтобы упростить маркетинг чтобы упростить многие другие вещи потому что это два будут очень разных SKU и их будет ну просто проблемно на фоне там PlayStation 5 у которой разница только в дисководе продвигается то есть мне кажется они ее покажут да они ее покажут но учитывая что любое говно из Китая как мы знаем по айфону по Sony и по всему остальному утекает за секунды в тот момент когда попадает в цех Foxconn вот никакого никаких утечек этого логхарда Xbox Series S не было до сих пор еще можно сделать вывод что его даже не производят или он в том же корпусе что и Series X тогда это просто глупо 4 тераплопса вот в этой гилде или он просто в таком же корпусе для удешевления чтобы производить корпуса для обоих консолей и там знаешь и там как в машине знаешь когда ты покупаешь машину но очень дешевую комплектацию потому что это нищий вот там на месте магнитовая пластиковая заглушка на этих как он на колесах вместо литых дисков на шлепке пластиковые и типа вот как-то так это уже давно работает по-другому ты покупаешь дешевую комплектацию а в ней внутри в креслах есть массажные кресла они просто да только они заблокированы прошивкой да и ты покупаешь двигатель там тоже там тоже двигатель на 3,2 литра типа очень мощный но просто все заблокировано понимаешь так оно и есть да короче слышите у нас тут еще один крутой анонс был на игровой неделе точнее ну как анонс на тизер в общем-то все равно анонс секрет пули Шинеля который вот знаете вот он уже то есть все про это говорили все про это знали уже все понимали что вот это когда-нибудь случится мы уже смеялись на эту тему мы думали да нет да быть такого не может оказалось что все так и есть короче компания Rocksteady те самые которые делали Batman Arkham Knight Arkham Asylum Arkham City офигительные чуваки все сначала думали что они делают игру про Супермена потом сказали что не-не-не-не никаких игр про Супермена они не делают на самом деле они делают отряд самоубийц игру где надо убить Супермена ей которые просто угорали реально ржали говорили да не ну вы так понимаете и теперь они официально анонсировали что да действительно они делают игру про отряд самоубийц ждите сейчас вот в ближайшее время ее покажут покажут ее 22 августа на конференции DC FanDome которая в общем-то там будет куча других еще анонсов из DC Universe там кстати говорят что покажут помимо этого во-первых еще и Infamous 3 помнишь файтинг такой который не Infamous а Injustice ой Injustice пардон господи почему Infamous действительно Injustice и вроде как на этой конференции заявлен Эд Бун который глава NetherRealm Studios который делает Mortal Kombat и все время и они делали Injustice и я думаю почему нет ну то есть как бы почему нет я тебе больше скажу давайте уж релевантную новость приплетем потому что мы говорим про WB Games помните были случаи что компанию продают ну типа материнский холдинг хочет продать свой игровой бизнес причины так вот сегодня материнский это не сегодня а на днях материнский холдинг сказал что все молчит и WB Games остается в структуре Warner Brothers а деньги они будут получать за счет реорганизации других структур холдинга что думаете по поводу вот этой игры про Suicide Squad есть какие-то мысли я думаю будет крео если это не сервис стоит он я заметил что там же на тизере был якобы Супермен сзади и у него был очень грозный вид и у него были обожженные части типа песков такие как будто он там суперкипер сладей и я так понимаю что это все укладывается в одну из веток кондексов про соответственно вот эти все инжастие сливки я так понимаю что ты действительно будешь сражаться на стороне вот этих всех там уеб типа Харли Квинн там и прочих против Супермена мне кажется это поебень полная нет это че это есть арка это есть арка похожие арки хорошие а в чем поебень ты объясни мне ну и что в чем поебень супермен сходится мое парни с супермен не все в порядке замечательная игра будет я помню что это марвел инжастиси я помню что вы же помните что в инжастиси как раз был момент когда персонажи попадают в этот самый мир где как раз Супермен сошел с ума из-за того что Луис Лейн убили знаешь в чем проблема обсуждать это в комиксах там есть мультиверс и все что происходило ты просто в конце комикса говоришь это происходило во вселенной номер 1289 дробь 6 да а так я просто вам напоминаю если вы не читали никогда комиксы про например Супермен и хотите примерно клевое что-то почитать незаезженное и в то же время что знаешь где есть начало и конец то есть такой сюжет хороший законченный планшот это называется Супермен красный сын не Супермен со Сталином ходит Советский Союз отстраивает все потому что ну просто понимаете капсулы там попало они со Сталином любят друг друга или нет или это только в аниме так бывает очень спорный вопрос но в любом случае короче пацаны если честно так как это игра от Rocksteady я жду но так как я жду очень аккуратно так что в общем-то тебе не пуговать что это будет Game of the Service пока мы не знаем что это будет и вот пускай скажут сначала а потом сначала скажут но я думаю что игра Pro Avengers я заранее предрекаю что будет по сравнению с игрой от Rocksteady будет говниной Rocksteady сделает что-то классное потому что Rocksteady пока очень хороший послужный список а прикинь если наоборот получится будет очень смешно ну просто запомним ну ты же понимаешь что у нас была же у нас же была же Bungie которая например делала Halo 1 Halo 2 Halo 3 Halo Reach Destiny 1 Destiny 2 да и при этом была и знаешь и при этом была герилья которая делала там Halo Zan Halo 2 Halo 2 Halo 2 потом взвал Horizon да Макс ты давно заходил на Steam ты видел отзывы про Horizon Zero Dawn я про это еще вот да вот кстати вот пока мы здесь 6 из 10 говно пока пока мы тут у Horizon давайте про впечатление переключимся у Horizon вышел ПК-порт неделя и в общем особенность в том что ПК-порт Horizon Zero Dawn он не очень это правда но не настолько ужасный как про него знаешь люди там пишут что ты блять это пиздец уровня Arkham Knight это неправда подожди секундочку а вот объясни мне а в чем пиздец уровня Arkham Knight ну Arkham Knight адский лагал он абсолютно был неиграбелен и вплоть до того что настолько была сломанная ПК-версия то Rocksteady сняли ее с продажи в Steam рефаннули людям деньги и вернули ее спустя год после того как сами практически сели и с нуля переделали порт я просто недавно переигрывал во всю серию в прошлом году по-моему и там все хорошо ты уже играл в ту версию которую они исправили пока порт Horizon Zero Dawn в том состоянии в котором он сейчас вышел его кстати тоже делала не Грилья его делали те чуваки которые им помогали в Китае делать модели некоторые то есть порт отдали на аутсорс у него есть проблемы с производительностью у него есть какие-то странные моменты ну типа игра запускается и 20 минут компилирует шейдеры ну это как многие игры на вулкане это видимо своя история с каким-то ускорением вся эта история то что у игры неожиданные абсолютно боттлнеки к которым ты не привык на ПК то есть она например ебет твою GPU-шину и очень важно чтобы у тебя была быстрая GPU-шина вот или она занимает 12 гб разговоры по-пекарски да-да я тоже не понимаю или 12 гигабайт оперативной памяти выжирает на ровном сука месте в главном меню просто потому что причина у меня 32 не проблема но тем не менее вот она на самом деле примерно такая же кривая косая как портер DR2 был на релизе я уверен что там почти но при этом вы можете ее абсолютно спокойно пройти и не заметить большинство этих проблем вот то есть игра все еще безумно красивая и я сильно удивился я думал что графон Horizon все-таки сильнее состарится и я могу 3 года прошло почему он должен состариться ну сильнее я имею ввиду сильнее состарится вот и знаешь в чем прикол я теперь могу понять почему люди ноют что на X-Den они так сильно видно потому что на карантгене графон уже запредельный на самом деле это спорное утверждение но я могу тебе сказать так Horizon Zero Dawn это сюжетно хорошая игра но вот именно в плане механик она же на самом деле за эти 3 года устарела безбожно я не знаю нормально вот этот Monster Hunter для казуалов это все еще селлингпоинт потому что абсолютно тот же геймплей луп и 7 за луп что в Monster Hunter с отстрелом вот этих вот зверей с уникальным поведением но зато интерфейс не занимает 7 этажей из 7 вот и поэтому все-таки попроще подожди ты забыл для того чтобы достать меч нужно встать на месте присесть на жопу да да три раза вокруг себя вернуться да это вы сейчас про Monster Hunter серьезно там такое есть а мы играли а еще надо не забудь что ты должен подготовиться очень сильно собрать все нужные тебе ресурсы травушки муравушки нужные типа патронов бумажек и прочее чтобы пойти на конкретную монстру да там это уже если ты не подготовился к конкретному монстру потому что это и есть весь геймплей этой игры то пошел нахуй короче история в том что Horizon Zero Dawn нормальный сносный порт с проблемами но если у вас очень мощный ПК ну вот как у меня или у Димы там 3700 2080 32 гига оперативы вы вообще этого не заметите что он имеет какие-то проблемы ну там некоторые анимации 30 фпс деформации снега нет еще какие-то мелочи но это все поправят вы не заметите проблемы есть у вас машины а-ля 1050 TI и там Core i5 подождите месяц соболезнуем братан да мы вам соболезнуем но жопа не отвалится месяц подождать пока они ее допадят нам в чате хорошо пишут что у меня вот начале оптимизации шла 4 часа и 20 минут 12 гигабайт оперативки прото Core i5 3570 а я думаю что проблем была оперативки братан такой обычной оперативки не хватает все в том что у тебя игра стояла на потому что у меня на ssd все очень быстро за 10 она причем надо мне будет на моем пк новом да кстати попробуй а вот попробуй знаешь знаешь сколько она стоит на пкшнике как ты думаешь сколько 2800 тебе это не смущает да совершенно бля чувак я знаю что игры дорого стоят игры оказывается стоят денег неожиданно пока геймеры для себя я просто как бы понимаешь ну я же не не пекарь как бы да я же не привык типа знаешь с лопатой накупил за 100 рублей кучу игр и не играешь такой и ходишь на иконки смотришь ну как бы кому ну просто она стоит даже на пластейшене дешевле гораздо то есть как бы 800 в грейте слушайте я думаю что она подешевеет как бы но но самый главный поинт я вам не сказал и на этом я вот закончу если вы ждали пока версию чтобы увидеть какой-то радикально более крутой графон и не брали ее на playstation 4 pro и она у вас есть купите на playstation 4 pro потому что абсолютно всю разницу надо разглядывать с лупой а 60 fps по-моему даже немного руинит experience потому что ну игру точили на 30 даже как анимации дело не в скорости анимации а в том даже как они сделаны они сделаны под 30 fps есть такие игры вот horizon одна из таких игр она в 60 fps местами выглядит очень странно не знаю считаешь что чем больше fps тем лучше пошли и что значит 60 fps что значит 60 fps когда блять у меня монитор 144 герца будьте пожалуйста любезны блять 144 fps мне выдать спасибо я вспомнил как у нас тут какой-то чувак писал о том что он сделал какой-то там репак крутого квейка в стиме и ему реально начали писать типа там отзывов что какого хуя на моем 144 герцовом мониторе игра не идет в 144 fps и такой чувак говорит блять это же игра там 90 блять там 9 98 года какого хуя ты хочешь чтобы на 144 а почему она не должна так идти прошло 10 лет блять компьютер вон какие мощные камон ну-ка блять запили мне тут будет сделай чтоб нормально было блять нормально делай нормально будет блять не мог нормальный порт сделать не выпускает на компьютере я так считаю а теперь будет разговор про аниме давай итак пацаны я подождите я не я нет я думал я такой момент был я посмотрел аниме 2003 года который называется странники ну вообще называется планетас типа планеты потому что там написано название по-гречески планетес и это в принципе переводится как странники аниме 2003 года в нем два сезона и я могу сказать так это пиздатая научная фантастика в которой нет никаких блять пришельцев никаких блять домыслов того что мы сейчас посадим вас в телепортационный двигатель и закинем на другую галактику а лучше вообще вселенную в параллельные измерения и прочее говно нет это просто такая типа hard sci-fi что называется где просто фантазируют на тему того что как космическая отрасль продвинется там лет через ну допустим 50 2070 какой-нибудь год и на самом деле в космической отрасли не так много изменений произойдет а основное изменение это что появится очень много космического мусора на орбите и собственно говоря весь этот сериал он рассказывает про команду космических мусорщиков которые собирают какой-нибудь неутилизированный спутник который все еще на орбите но мешает или какие-нибудь там разбросанные там бумажки от какого-нибудь там я не знаю разбитого спутника или там разбитой какой-нибудь базовой станции и прочее и поначалу это довольно странное аниме в котором видно что люди очень сильно любят космос ну то есть там даже вот начальная заставка там тебе показывают Цилковского Гагарина там знаешь там всякие вот эти истории там как на Луну американцы летали как там Гагарин в космос как в космос вышли как Белка и Стрелка там летали и так далее то есть вот прямо тебе нарезка это все показывает и ты понимаешь что это дань уважения в каком-то смысле вот космической отрасли космической индустрии но где-то где-то с середины сезона начинается история про то что вылазят как бы проблемы личного характера у персонажей и это превращается в такую ну не кислую драму я бы так назвал досмотреть до конца мне было тяжело но я досмотрел и могу сказать так это аниме не то чем кажется ну то есть оно считается скорее такой типа омажем космической программе космическому всему а на деле это довольно грустная история про одиночество и смотреть ли его до конца не знаю то есть как бы смотря какое у вас настроение иногда заходят такие истории иногда не заходят но я могу сказать что по накалу по накалу скажем так страстей которые там происходят иногда я почему-то вспоминал Евангелион сейчас мне опять будут в чате писать что Евангелион говно я уверен слушай если тебе так зашло это аниме мой тебе совет попробуй Hard Space Shipbreaker потому что он в общем-то то же самое только игра ну я попробую но не обещаю ну просто я к тому что я удивлен что там нету вот этих типичных нашей истории что типа сейчас у нас будет как ты там Тимур любишь говорить фестиваль шоколада блять да да эпизод на пляже блять этого всего нет но тем не менее персонажи местами очень стереотипны ну то есть там девочка которая там типа пришла на работу обязательно когда обязательно там сенпай сенпай там типа я тебя и люблю и ненавижу одновременно ну то есть такой смотришь но посмотреть советую тебе выбежала с голыми сиськами ах ты извращенец и убил что она же еще значит кровь из носа сидел ну не то я короче такого я пришла к тебе ах ты извращенец ебучий но не ну такого там до такого не допустят но местами все равно это есть ну то есть как бы ты настроился на серьезный лад да местами а местами там ну блять натурально комедия просто прям совсем комедия напоминает вот и я советую посмотреть если пропустили в свое время то прям советую сто процентов если не видели подобного то наверняка есть уже что-нибудь посовременнее и лучше я не нашел поэтому я вот странниками закрывал знаешь этот гештальт я его когда-то в 2004 году начал смотреть и бросил вот сейчас досмотрел могу сказать что ну мне в целом понравилось так что советую опять объебался по фактике я хотел аккуратненько поправиться нас тут уточку поправляют в чате что когда я говорил по поводу типа койка это был название не койка а анриал а автор это был Семен Костин вот Семен Костин значит что мы любим мы уважаем он пишет классные статьи слушайте говоря про центральную тему нашего подкаста хуй говно и муравей мне нравится мне нравится как ты подошел к этому вопросу короче мы говорим про игру которая доступна в Xbox Game Pass вы можете в нее поиграть прям только вот писавшись на Xbox Game Pass и на ПК и на Xbox но я ее купил я тоже ты что блять сделали мы два дурака мы говорим про игру Grounded это игра про от создателей Obsidian от создателей Obsidian господи от студии Obsidian которая известна по многим хорошим играм и Grounded это не самая лучшая их игра скажем честно мы уже разговаривали о том что в геймпассе есть некое необходимость делать игры которые удерживают игрока довольно долго ну вот как бы надо чтобы игрок долго играл в игру в этом плане Grounded ну отнимет у вас часов наверное 15 ну так по общим прикидкам если по хардкору если вас не заебет спасибо кот что лезешь в камеру тюмой озя я все пошел отлег меня Максимка продолжай я соберусь да слушайте с Grounded интересная история это игра вышедшая в раннем доступе в том числе в геймпассе это незаконченный тайтл и вы знаете чтобы понять насколько ранний доступ у Grounded сюжетка там проходится за 15 минут даже наверное быстрее то есть там по сути нету никаких квестов которых ты должен сделать ну то есть ты доходишь до определенного сюжетного момента это происходит минут за 10 и тебе говорят что да замечательно а теперь делай однотипные идиотские квесты типа убей 5 пауков там и собери с них лут ну типа условно и я могу сказать так Grounded это та игра которая очень похожа на абсолютно все крафтилки выживачи в стиме она похожа на какой-нибудь раст только в ней нет пвп она похожа на какой-нибудь форест только интерфейс в ней гораздо гораздо приятнее чем в форесте она похожа на блять миллион этих игр то есть вот экшен выживание крафтинг блять это те теги по которым ты в стиме их ищешь у нее не самые большие результаты в стиме но при этом создатели уже отчитались о том что в нее поиграл что там блять 2 миллиона по-моему человек я так понимаю что это вместе с игроками на геймпайсе да с геймпайсом я не знаю что с ней произойдет дальше ну то есть смотрите контента в игре на самом деле мало ну то есть если тебе зашел вот эта вот своя механика что когда ты собираешь там что-то крафтишь и строишь из этого какой-то свой домик то наверное ты в ней проведешь какое-то количество времени для всех остальных приходите через 3 года когда они допилят там квесты доделают там какую-то мотивацию для персонажей доделают какой-то там типа глюки этого крафтинга и прочее а в плане того как игра выглядит и как она вообще в принципе работает могу сказать что наверное это самый вылизанный крафтинг выживающий что я видел она не глючит она очень приятно она не вылитая она приятно выглядит в ней неплохой интерфейс то есть в нее играть в принципе приятно то есть нет никаких как бы вопросов к обсидин вопросы у меня исключительно к контенту его тупо мало ты не знаешь чем заняться в игре в итоге мы поиграли на нее в какое-то количество времени я поиграл чуть больше у меня там часов 6 или 7 наигран на нее Максим поиграл часа 2 и рефаннул сказал что придет через через это через 5 лет когда они работают но при этом я могу сказать если вы получили если вы получили ее бесплатно в геймпассе ну то есть то бишь то в принципе с друзьями в нее можно залипнуть вопрос в том насколько быстро вам надоест нам надоело довольно быстро вам возможно и второй раз собираешься играть я собираюсь играть но я думаю что через годик ну то есть когда они хотя бы что-то в нее сделают какие-то патчем добавят и прочее к этому Fallout 76 уже кучу всего сделали и добавили будешь играть? я играл Fallout 76 в отличие от тебя сейчас добавили у меня она стоит у меня она пока стоит я тебе больше скажу вот то дополнение где они добавили Npt оно очень хорошее Wastlanders Wastlanders я играл Wastlanders да это очень хорошее обновление то есть она все еще не шедевр конечно я даже тебя удивлю Тимур но я очень редко но бывает играю в Sea of Thieves там тоже добавляют контент он там тоже есть если собирается количество народу с которыми ты готов пойти поиграть почему нет вот проблема в том что моим друзьям и всем остальным с кем я играл Grounded очень быстро надоело как бы все это моя основная претензия к игре при этом она классно выглядит у нее очень приятная музыка ну там Джастин Ебелл это композитор Obsidian он вообще классную музыку пишет там офигенный интерфейс я очень надеюсь что все крафтовы живачи его начнут копировать там очень приятно сделан интерфейс особенно если вы играете с геймпада там много понимаете много так скажем наследия того что это делала нормальная игровая студия а не группа студентов на Unreal Engine которая неожиданно пришла к успеху да и поэтому я реально проект куплю ну через года полтора-два когда он уже будет в нормальном состоянии а пока ну по геймпасу прокатит тратить ли на это деньги наверное нет да я согласен подождите одну секунду подождите подождите эй Сири сделай напоминание через год ровно спросить у Максима купил ли он Grounded все можно продолжать у Дима можешь не спрашивать потому что Дима дурачок он играл в нее 6 часов и он не может ее рефандить поэтому она со мной пожизненно но через годик поиграем тем временем Харуки Судзуми занесла 2000 рублей просто так без надписи спасибо тебе братан спасибо тебе братан так ну опять я опять я да ты забыл как у Шоноу так Дима 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 Максим расскажет слушайте я специально выждал некоторое время чем рассказать я же тут не так давно пересобирал компьютер в новом корпусе так нет все хорошо ладно я готов я готов Максим подожди нет поздно потому что корпус у меня уже не тянул термопакет и вообще был достаточно стареньким я себе поболтал с нашим общим товарищем Юникотом так и купил корпус Fractal Design конторы Fractal Design Define S2 и короче блин я никогда не так быстро с таким удовольствием и с таким широким простором для любой конфигурации не работал то есть прям вот реально в удовольствие собрал можно сказать все это а у тебя какого он цвета? белого а есть черный просто а у тебя со светящимся говном? нет там нет никакого светящегося говна именно вот и поэтому я почему в восторге от Fractal Design там охеренная петля там три уже вентилятора в комплекте они абсолютно хорошо все обдувают не надо ничего добавлять так это видимо не твой корпус ладно вот во вторых там офигенная совершенно история связанная с кейбл менеджментом можно вообще любое говно укладывать там очень много фурнитуры в комплекте он не очень большого размера несмотря на то что в нем просто дохера место то есть я не могу сказать что он больше чем мой залман предыдущий сильный это действительно шикарный корпус и стоит он не очень больших денег он стоит в районе 10 тысяч рублей 11 это по твоему не очень многое серьезно под корпус ну под корпус который ты покупаешь на долгие годы я считаю это нормальный он без геймерской ебы он очень по строгому выглядит тоже огромный плюс и короче если вы хотите очень быстро очень безгеморойно и достаточно что называется не геймерски по внешнему виду собрать комплектер то я вот очень советую на фракталу обратить внимание потому что я смотрел на картинки думал ну что-то как-то не сильно больше моего наверное там места будет так же мало я его когда распаковал там просто охеренно там бездна пространства а у тебя справа точнее слева у него стекло стекло да терпеть не могу корпусы стеклом ненавижу но там оно очень хорошо сделано то есть даже вот как каленое стекло сделано на каких корпусах это тупо кусок стекла на зажимах обычно или дверца с куском стекла здесь стекло впаяно в металлическую рамку и поэтому оно легко одевается снимается и не бесит вот то есть в этом плане очень приятный экспириенс ну и вообще у фракталов есть очень прикольная модель потому что я например нашел корпус который бы я посоветовал Тимуру у них если бы он когда-нибудь собирался компьютер на винде такой маленький приятный и очень приятный дизайн по лицу Тимура видно как сильно ему хочется компьютера на винде смотрите давайте наблюдать короче все я закончил советую фракталы классные они стоят своих денег у меня есть компьютер на винде ты будешь про него говорить кстати нет я расскажу попозже но чтобы вы понимали уровень ебанутости компьютера что если у макбука есть тачбар то здесь тачёба понимаете класс тачёбар и я могу сказать что мое вхождение в пока гейминг пока представляет из себя дичайшее бомбление от того насколько уёбищная система виндоус даже на очень мощном компьютере просто начиная с того что я привык к тому что например если ты начинаешь вбивать пароль от вайфая то на любой нормальной системе эти системы понимают обычно что пароль не может быть в кириллице написан потому что у впа нету кириллических паролей он тебя автоматом переключает на английский язык а windows говорит у тебя был включен у тебя была включена кириллица ты хочешь набрать пароль для вайфая а мы тебя ставим кириллицу ты же не сам же не переключил ничего ну все братан набирай кириллицы а пароль не принимается ты такой просто смотри 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 это у тимурчика котик здравствуйте как ваши дела ты знаешь что типа кот который повидал в жизни кучу говна смотри некоторое дерьмо я могу сказать что на кресле сидеть рядом с котом пиздец как неудобно просто с котом ты не мог бы как-нибудь лечь нормально чтобы не мешать ну короче в общем про windows компьютер расскажу потом но пока я дичайший бомблю от windows димка ты хотел рассказать про palm springs я смотри это самый популярный фильм недели вообще в россии я могу сказать что смотри тебе когда-нибудь хотелось посмотреть романтическую комедию которая тебя ничего не требует ну то есть абсолютно ничего периодически я тебе советую palm springs история следующая парень просыпается во временной петле так то есть заканчивается день неважно по какой причине например там он там умер или просто лег спать или там типа закат типа того он бодрствует все равно наступает новый день и он тут же оказывается как бы ну в начале этого дня естественно как если мы помним по какому-нибудь фильму типа аля как назывался этот фильм то господи как назывался этот фильм про его про что а этот сейчас лупа 7 залуп таймлуп да блядь да нет таймлуп ну сука самый известный времени полицейский нет блядь сука говно ты имеешь ввиду этот как я уж хотел грань будущего тебе предложить грань хую блядь я кота выиграл мне стало легче гораздо спасибо короче день сурка конечно день сурка если вспомнить день сурка то ты в жизни значит у нас комментарии шикарно сейчас выглядят на ютубе день сурка день сурка день сурка день сурка день сурка да спасибо спасибо не рассеть да это гпт3 нам пишет короче если ты вспомнишь этот фильм то главный персонаж пытался делать ну разные вещи для того чтобы выбраться из временной петли и в какой-то момент он понял что нет никакого смысла вести себя как говно надо вести себя типа как вот добрый человек типа такой и когда ты ведешь себя как добрый человек то естественно благодаря высшему мировому порядку тебя из этой временной петли выкидывает так вот здесь главный персонаж перепробовал все и его не выкидывает из временной петли и в какой-то момент он смирился и единственное что он делает в этой временной петле он заходит в бассейн пьет коктейль любимый и плавает там на надувном матрасе то есть ну то есть как бы а зачем париться понял да идею и в какой-то момент в этой временной петле он встречает девушку естественно он в нее влюбляется естественно у них там происходит какая-то история но происходит вот этот поворот он случайно каким-то неведомым это начало фильма так что богу случайно просто каким-то неведомым способом заставляет ее вместе с ним попасть в эту временную петлю и она остается вместе с ним в этой временной петле а дальше происходит ну такая статусы на комедия мелодрама фантастика ну то есть вот все все подряд происходит ах ты ж гнида пидор что ты наделал это очень добрый и местами довольно смешной фильм то есть который от тебя не требует ничего ну то есть он просто сам по себе хорош и я могу сказать что я очень остался доволен Palm Street Springs я остался доволен даже блять концовкой что для меня не свойственно потому что я всегда считаю что все эти истории что ты делаешь Тимур блять скажи мне ты чешешь кота на видео да он сидит и просится чтобы я его взял на руки ну возьми его на ручки ну господи ну что он хочет очень смотри видишь ну возьми на ручки давай смотри смотри я сейчас подставляю колени смотри и он встает ко мне на колени ты видишь что у Макса происходит да я вижу у него букет котов там Ванта Кэт да у него только глаза видны один сбежал да так все короче Барян прилег ко мне на колени и очень-очень хочет теперь ты будешь себя чувствовать так как я потому что я могу тебе сказать что коты мешают вообще какой-либо логике потому что ты такой подумал рассердиться буквально секундочку на Тимуре почесал кота я такой ай вы хусь это ты знаешь так и работает потому что вчера картина я захожу в комнату приезжаю со съемки захожу в комнату вижу по всей комнате разбросана вяленая рыба рядом сидит бонус и жрет да и лижет ее так это покусывая потом смотрит на меня так что хозяин я ничего я поймал тебе рыбу будешь ты такой ща я тебе в ебу приходит Салем знаешь и Салем так ложится на пол лапки вытягивает вперед гордо смотрит пожалуйста не пизди его он не специально он просто дурачок а я считаю дурачок это тот кто разговаривает с вами котами вот этим голосом отвратительным мимимишным пошли вы уненавижу ты ты такой почему ты сука прекрати короче по настроению советую а вот то что я вам не советую это сериал который сейчас вышел по на сервисе пикок пикок это новый стриминговый сервис по моему NBC кажется и права на показ его фильмов купил у нас кинопоиск можете на кинопоиске посмотреть короче сериал называется Дивно Новый мир вы читали Олдоса Хаксли когда-нибудь да да конечно Brave New World читал у него да естественно тебе нравилась книжка она как и все эти просто да или нет нравилась книжка не смотри сериал Тимур ты читал книжку посмотри сериал я могу сказать так во первых от книги Хаксли там осталось блять ну может быть процентов 10 того что там происходит то есть есть некая утопия в которой люди все абсолютно счастливы потому что они жрут таблетки и даже есть такое расхожее выражение что сомы грамм и нету драм в общем-то то есть ты кушаешь таблеточку тебе хорошо весело у тебя нет никаких проблем и ты в общем-то интегрирован полноценно в общество люди делятся на классы то есть есть альфа-самцы там бета гамма дельта и так далее до ипсилона соответственно ипсилон это те кто чистит унитазы и в общем-то прям руками прям в говно знаешь вот это вот они да ну и соответственно вот в книге Хэксли шла скажем так некая идея философская то есть смотри есть Оруэлл да с его 1984 1984 о чем шла речь ну если так абстрагироваться от сюжета и всего прочего то что есть некое тоталитарное государство не на букву Б а вообще в принципе есть некое тоталитарное государство в котором людей не считают ни за что и поэтому за ним можно наблюдать за ними можно там их права игнорировать их можно всячески третировать они будут в страхе бояться потому что государство гораздо больше чем отдельный человек это в 1984 было так а у Хаксли была прямо противоположная этому идея где он считал что зачем контролировать людей и там типа их всячески унижать если их можно подсадить на развлечение ну то есть если 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 как бы твоя бесконечная тяга к получению удовольствия уже держит тебя в системе которая дает тебе эту возможность и у меня сейчас в некоторых странах ровно таким образом людей как раз таки контролируют потому что зачем выходить на улицу протестовать если в общем-то у тебя все хорошо и в общем-то у тебя ипотека есть автокредит у нас в нашем ну в реальном мире естественно не по книжкам но что-то похоже у нас нечто среднее да то есть у нас нечто среднее от Урэлла нечто среднее от Хаксли и теоретически сериал должен развить всю эту тему то есть тебе должно быть ну как бы интересно а в итоге получается нечто такое по мотивам что даже не очень интересно смотреть ну то есть я посмотрел весь сезон и могу сказать что мне в некоторых местах было так скучно что я просто не знал чем где блять себя занять лишь бы серия нахуй поскорее закончилась но я могу сказать очень странный момент я так понимаю что это вообще в сериалах началось после Игры Престолов тотальная ебля блять на экране я не ханжа но блять иногда это просто нахуй не нужно ну то есть прям вот вообще понимаешь но обязательно персонаж у тебя чеклист знаешь такого определенного сериала типа аля как HBO по этим по металлам да 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 вы помните это видео на ютубе где мама я буду играть в фильме меня взяли меня будут ебать в задницу потом меня будут ебать в вагину потом я дам в рот трем мужикам это так престижно я получу за логотою глобус там дальше и цена по HBO да ну то есть понимаешь в этом сериале конкретно в этом понятно что речь идет о удовольствиях да ну то есть как бы и поэтому блять в каждой серии одна оргия и восемь поебушек ну то есть блять просто нахуй они там нужны я не знаю двигательный сюжет как это сервис называется пикок типа как это как это переводится я знаю что это павлин да окей хорошо просто двигает ли это как-то сюжет нет рассказывает ли это что-то о персонажах нет это просто прикольно когда красивые люди на экране ебутся но к восьмой там в третьей серии тебя начинают это реально заебывать ну то есть ты смотришь и ты думаешь блять у них опять оргия да ебт сколько можно ну то есть я не понимаю нахуя это надо ну то есть как бы блять сделайте персонажах интерес и опять же вот да вопрос который у меня возник по поводу этого сериала персонажи неинтересные ну то есть как бы да красивая актриса да красивый там мужик да красивый там не знаю там кто-то неважно но блять они неинтересны как персонажи тебе просто скучно и короче я не знаю кому этот сериал понравится мне как фанату там условного книги мне не понравился я не советую его смотреть но если вы не читали книгу там как Тимур то возможно вам зайдет потому что у вас не будет вот этого дополнительного контекста в виде книги поскольку сериал красивый снят в нем красивые декорации в нем как бы красивые актеры и все ну то есть как бы вот то есть он нормальный я не могу сказать что это прям такой блять прям совсем говно-говно смотреть невозможно нет это не так но я не знаю мне не зашло вот возможно зайдет вам попробуйте такая история вот и опять я да класс обожаю вас парня сейчас я по-быстрому блять открою это говно я тебе честно скажу у меня не было возможности что-либо посмотреть ну неважно я успел за тебя все посмотреть я посмотрел второй сезон академии амбрелла я тоже спасибо максим такие блять моменты я тебя просто сука ненавижу сейчас погоди у меня гарнитура садится на самом деле я просто пытаюсь немножко ускорить это все чтобы Димка тут не пи а потом Димка гонит на Тимура что Тимур много разговаривает академия амбрелла первый сезон был очень клевый очень свежий очень интересный мы их валили и в общем-то ресепшн был очень такой позитивный второй сезон мне показался более размазанным что ли и менее сфокусированным я могу сказать что с академией амбрелла странная хуйня произошла то есть смотри мне очень нравился первый сезон академии амбрелла прям бы блять я просто был в восторге я вам говорил что это охуительный сериал и если знать его предысторию этот сериал который снимал чувак под большим впечатлением от вот этих комиксов как они назывались дум как там дум с патрол типа да да как-то так по ним тоже этот сериал есть отвратительный не советую и я говорил о том что вот вместо дум патрол смотрите блять амбрелла академии она клевая вышел второй сезон и я посмотрел его и такой думаю а посмотреть что ли дум патрол еще раз вдруг он не такое говно каким я его запомнил дайте-ка я наверное схожу гляну потому что в академии амбрелла поменяли мотивацию и даже характер многих персонажей к которым ты привык в первом сезоне я не понимаю я не понимаю почему не понимаю почему они это сделали актеров не поменяли но поменяли именно вот самих героев герои ведут себя по другому не так как они бы наверное себя повели возможно это нормальное явление возможно это история о том что типа первый сезон был слишком такой весь себе на уме нетфликс там нахуй вертел хуйни а давайте-ка мы второй сезон прям вот точно по комиксам снимем возможно я не знаю я не читал комиксы но второй сезон мне показался скучноватым и могу сказать что вот некоторые персонажи ведут себя совершенно по другому и совершенно не так то есть это все еще классный сериал в нем классные моменты в нем интересно смотреть за там что происходит вам интересно смотреть за терками персонажей и прочее но первый сезон был круче и если они таким образом если они таким образом продолжат то третий наверное я даже смотреть не буду но есть у меня такое подозрение то есть как бы вот так и еще момент тут же Бойс помните Бойс пацаны да пацаны которые да он вышел после Академии Амбреллы и Бойс был в разы круче чем Академия Амбрелла и ты знаешь судя по тому что я видел второй сезон будет не хуже ну вот да я жду больше второй сезон Бойс чем вот Академия Амбрелла третий сезон Академии да поэтому я бы сказал так если вы смотрели первый попробуйте если как бы вам зайдет то зайдет не бойтесь его бросить вы ничего не потеряете ничего такого блять охуительно крутого там не происходит и напоминаю то что каждый сезон это по сути отдельная история так что если вы блять просто пропустите его нахуй то мне кажется в третьем сезоне можно спокойно смотреть вот просто забить хуй на это короче Академия Амбрелла вторая не знаю средняя у меня впечатление 6 из 10 я бы сказал у меня такая история так Димка вы читаете донаты там потому что прилетало сейчас секунду Нарутообразный каталог пластиковых кукол за 100 рублей пацаны вопрос к Максиму как звали того татарин из деревни которого в новостях вы обзывали как деревенский житель че по аниме сегодня а че по аниме сегодня че по аниме мы как раз уже все рассказали а чувака звали ему Дорис Сиракович класс два доказания слава 300 рублей в отпуске была я похорошели вы ну или это винишечка это винишечка это винишечка спасибо тебе спасибо за комплимент это всегда винишечка собственно все давайте слушайте everybody's gangster until Quaymore Roomba is swinging about давай Тимур где твоя Quaymore Roomba ты купил Roomba да я купил Roomba че за Roomba короче пылесос робот пылесос как я к этому вообще пришел именно прям вот называется Roomba да то есть не какое-то там китайское фуфло не не шьем да короче короче я пришел к какой идее что у меня кот безумно лезет оставляет космическое количество шерсти добро пожаловать да welcome и я понял что если раньше пылесосить раз в неделю было типа норм то когда я начал пылесосить раз в 2-3 дня я вот начал заебываться уже вот и как бы и вычесываешь кота по 2 раза в день приходишь к нему 3 расчески с него снимаешь а блять все идет 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 вот я сейчас вот подержал кота на коленях пока мы разговаривали 3 раза проводишь по нему рукой короче и у тебя вот варежка из шерсти вот естественно ты потом отстряхиваешься на пол и у тебя летит просто в воздухе такие клочья прям вот и я начал смотреть на форумах типа что вообще пишут по этому поводу типа спросил у заводчицы у своей там типа что вообще как типа такие проблемы решают вот и мне сказали все что робот пылесос идеальная история почему потому что он или сам по программе или ты можешь ему просто сказать типа пока уходишь из дома он просто ездит пылесосить все и он пылесосит не супер круто не как-то там супер классно он не способен там залезть в углы во все но он справляется с задачей по сути аккуратно выпылесосить основную часть вот этой самой шерсти вот этого всего говна что остается от кота какой-то пыли грязи и прочее и конечно после того как я начал его использовать я был в шоке от того что этот робот проезжает по комнате и собирает у тебя вот такой ком говна ты берешь вытряхиваешь отправляешь его еще раз и он еще раз собирает такой ком говна добро пожаловать в мир как-то владение тимур так блять оставляешь его третий раз запускаешь и он третий раз собирает такой ком говна и ты просто охуеваешь что вот у тебя реально вот такое количество ты на следующий день ты отправляешь его и он опять собирает ком говна но на второй раз уже поменьше и я просто понимаю что это пиздец конечно что вот я жил реально в то я почему заебался в какой-то момент что реально пылесосишь там раз в три дня просто аккуратно там все пидорасишь а через день ты идешь по квартире как бы и ты понимаешь что типа ты там вышел из ванны и там типа вот там все уже прям одеваешься носки натягиваешь и ты понимаешь что у тебя ноги все в шерсти ну то есть просто полный пиздец и ну я понял что надо покупать робот пылесос я стал выбирать смотреть что вообще есть на рынке мне сразу такие все там начали писать типа бери Xiaomi с лидаром это вообще пиздато короче я как вы знаете принципиально не хочу брать Xiaomi потому что я как бы очень не люблю их политику там сбора информации и вообще отношение к твоей жопе при этом у тебя есть увлажнитель воздуха Xiaomi да на нем есть единственный сенсор в общем-то и который ну там ничего такого не может делать и пара скрытых микрофонов которые ну я смотрел я смотрел как его чинить и разборы и посмотрел все микросхемы которые в нем есть я параноик вот и знаю что микрофонов у тебя модель что за модель робота я просто аккуратно подхожу к тому типа чего я как выбирал я в итоге посмотрел типа что есть разные соответственно компании и вспомнил про классическую компанию которая является вообще одной из родначальников вообще вот создания соответственно роботов-пылесосов это iRobot они же румба посмотрел какие есть актуальные модели потому что есть продажи до сих пор большое количество неактуальных моделей которые народ все еще всячески покупает но они даже в каталоге на сайте у них например их нет но при этом они спокойно продаются вот я начал разбираться смотреть типа что есть более-менее нового чтобы оно там могло интегрироваться там сирии чтобы могло там управляться с приложения чтобы были датчики оптические чтобы были пиздатые вот эти рулончики снизу которые затягивают в себя соответственно все говно и одна из самых важных вещей которые многие об этом пишут что у многих из них валики вот эти которые типа засасывают ну которые типа забирают это все говно в себя и вытаскивают например ковров шерсть и прочее они часто делаются в виде щеточек а самые классные как раз таки это те которые делаются не в виде щеточек а в виде резиновых валиков потому что резиновые валики типа их во-первых меньше надо чистить а во-вторых они намного более жестко забирают именно все эти волосы и они как шестеренки там друг в друга вложены вот эти соответственно типа резиновые вот эти штуки они друг в друга вложены вот и чувак болезнен с там 1 евро к Тимуру на ком говна с лидером вот и короче я в итоге так выбрал выбрал и взял одну из таких средних моделей современных это которая румба 960 вот и в общем-то тебе скажу на амазоне я не могу найти я нашел 960 она есть у нас и она стоит в среднем 30 тысяч рублей а вот 960 робот вакуум вайфай коннектинг мэппинг ворков из алекса плюс при этом у него есть это то чего мне тоже хотелось обязательно эта штука дело в том что у него стоят оптические сенсоры и плюс куча других сенсоров он с помощью них строит карту помещения поэтому на айфоне первый раз он он показывает так он пользуется этой карте помещения в чем прикол в том что благодаря карте помещения сначала первый раз он вообще довольно хаотично ездит по твоей комнате а так как у него карта помещения уже потом отрабатывается и он ее наиболее адекватно уже строит он впоследствии ездит уже не хаотично а четко объезжая стол объезжая кровать он не просто тычется а четко едет по линиям выглядит довольно классно впечатляюще и самое главное что его можно запускать удаленно с помощью приложения что тоже очень удобно причем я с помощью аффт интегрировал его в сири и теперь ты просто берешь типа робот начни робот закончи робот возвращайся на базу и он все это делает что я могу сказать что это конечно очень крутая штука я действительно вот я решил свою проблему потому что в каждом раз когда выхожу вопрос у меня а что у него за хуня такая с батарейками это что такое дополнительные блоки типа зарядка сейчас я посмотрю что ты именно там показываешь короче нет с батарейками это специальный маяк которым ты можешь ограничить зону куда роботу нельзя заезжать причем у него есть два режима маяком ты можешь сделать так что это линия ты прям четко целую зону можешь отрезать которую робот коридор например и он там эта линия в течение где-то 2-3 метра невидимая стена типа да да вот а есть режим работы как круговой то есть типа ты поставишь например где-то там в проходе в двери его и он просто не заедет в эту дверь ты пользовался такой да я гаражную кошачью жрачку шпунг тебе как коту не подъезжал когда он там ест нет чтобы он не тыкался в миске а я понял я просто ставлю посреди этих мисок она 1,2 метра 60 сантиметров вокруг себя то есть радиус 60 а диаметр 1,2 метра короче вот туда робот не заезжает прошу что делать с кучей стульев комнатах он не застревает в них вы знаете я могу сказать так что типа конечно действительно застревает местами иногда нет но у меня был один единственный момент когда он застрял вообще за уже наверное штук 20 уборок он застрял в занавеске который у меня волочится по полу и он в нее просто завернулся вот и не смог выехать как бы он просто такой типа прям отправил мне сообщение пушом что типа братан типа амстаг и показывает где именно я застрял в текстурах примерно так и я смотрю и я понимаю что он застрял вот в этом куске комнаты и вспоминаю что там занавеска и понял что он в занавеске прихожу домой смотрю реально завернулся в занавеску вот поэтому теперь я эту занавеску типа аккуратненько ну там подбираю чтобы конкретно в ней он не застрял но все остальное ты знаешь он вполне нормально он объезжает ножки причем у него какой режим что он тыкается в эту в ножку допустим стула и потом понимая что вот типа есть какой-то предмет он начинает его аккуратненько объезжать и тыкаться в него с разных сторон чтобы найти типа предмет длинный не длинный какой да вот границы этого предмета если он понимает что вокруг него можно в итоге объехать он в итоге начнет вокруг него объезжать ну я тебе могу сказать что мой дешманский купленный за 8000 рублей на алиэкспрессе робот-пылесос делает то же самое только он никаких карт не строит и у него нет управления с мобильника а так все то же самое я понимаю как бы но здесь довольно классно то что конечно он все это делает довольно быстро и самое главное что за счет карт помещения он уборку моей всей квартиры полностью если я открываю я зачастую закрываю поскольку от кота же закрываю квартиру оставляю только комнату и он в комнате там тусуется комнату он убирает где-то за минут 15 а всю квартиру минут за 30 вот и причем первый раз он комнату убирал 40 минут он 40 минут тыкался везде пока как построил рисовал карту я понял да короче он просто он вообще не понимал где он там а сейчас он поскольку понимает то как бы все делается очень круто он выполняет полностью всему цель которая была мне важна он убирает шерсть и как бы можно хотя бы нормально ходить там условно в носках или там босиком после ванны не будут ноги в шерсти понимаете и плюс я могу сказать что благодаря этим валиком он убирает ковер лучше чем я просто обычно пылесос потому что он реально выдергивает из вот этого все говно короче потому что у меня обычным пылесосом высосать это не получается а у механической щетки на пылесосе на обычном у меня к сожалению нет я подумаю вы тоже можете ее купить вот но у меня ее к сожалению нет а робот с этим справляется очень верный поинт поднимает что надо понимать что когда вы переплачиваете за румбу а не за пылесос который можно катить в из пак кожных ублюдков то вы переплачиваете в том числе собственно за всю пылесосную часть она лучше сделана максимка как сделаны эти валики как сделаны можно я уточню уточню тебя на дешевых пылесосах нет никаких уведомлений вообще нельзя накатить войс пак на дешманский пылесос а вот на румбу на румбу и на сяоми можно за десятку и на румбу можно короче история в том что я сам думаю вот сейчас поскольку ребенок творит хаос а ты пиздец в таком количестве что я не успеваю физически я тоже думаю взять робо-пылесос и совет тимура для меня это consumer advice и еще вопрос по поводу румбы кот катался на нем нет кот знаешь сначала прям совсем охуевался прям пиздец боялся но но при этом все время его не упускал из виду просто противоположном конце комнаты сидел и такой сейчас чуть-чуть полегче но все равно такой знаете палит ну и правда едет в мою сторону знаешь у меня в этом плане охеренно у меня же два кота один уличный а второй приютский приютский он очень рано попал на передержку поэтому почти домашний да и бонус когда мы купили вот новый пылесос как раз жена была беременна взяли новый мощный пылесос керхер будь здоров прям блять кондовый практически строительный чтобы нахер все высасывал и мы его включили бонус просто рванул куда-то в угол усили ёб твою мать салем код подобранный на улице который на улице жил полтора года значит салем такой лег рядом пылесос и салем говно как-то шумит забавно начали когда водить собственно пылесосить он такой посмотрел лапкой остановил щетку и знаешь мне это напомнило картинку страх это убийца разума понимаешь я пропущу свой страх сквозь себя и ничего не останется понимаешь ну я по крайней мере пугливый на самом деле он действительно немножко пугливый как бы но когда привык сейчас он более-менее сидит смотрит на него потому что он какой-то осознал что он ездит ну типа не агрессивно а сам по своим делам что-то делает и даже если к нему подходишь он тебе не обращать внимания то есть он что-то типа делает ну ему типа пылесосу похуй наборил и он такой ну типа езжай давай ну и опять же как бы я говорил что мне очень понравилось то что он довольно мощно работает при этом не очень громко то есть он раза в три тише чем мой обычный пылесос вот но при этом как бы ты понимаешь что вот он как бы нормально засасывает тем более что я выбрал эту модель в том числе потому что все говорят что конкретно эта модель румбы типа там в пару раз мощнее в пару раз мощнее чем типа все остальные модели которые выходили в запасное время и там типа шестая например серия вот и я читал специальный обзор там типа на Consumer Reports и советовали именно эту модель вот которую я выбрал как раз для ковров в том числе за счет этих резиновых валиков говорят что типа вот он хорошо справится и он реально хорошо справляется то есть вот с коврами прям заебись короче советуешь я короче советую могу сказать что мне понравилось я если честно думал что блять сейчас какая-то поебень будет сука вообще будет не нужно и скорее всего придется ее продавать потом короче потом в итоге оказалось что хорошая штука мне прям понравилось так что такие фироги да слушайте а мы переходим к нашей рубрике лучшей статьи недели и могу сказать так я не читал ни одну из тех что вы добавили а те что добавлял я вы суки не добавили в шоу ноты сам виноват надо было а что ты кстати не вписал то я не знаю я только сейчас обратил внимание зачем мне вопросы задаешь давай первая статья которую мы хотим вам посоветовать на английском языке в журнале Rolling Stone она называется The Unraveling of America типа распутывая узел Америки эта статья очень интересна тем что она написана профессиональным антропологом и она рассказывает о том что ковид-19 это сигнал к тому что заканчивается мировая эра американизма но не с позиции тупой философии или там эмоций как это в журналистике модно а с позиции антропологии он объясняет как какие предпосылки к этому есть как Азия будет перехватываться инициативу и так далее и так далее и так далее даже если вы не согласны с материалом статьи это просто очень интересная точка зрения внутриамериканская что называется вот и я в любом случае советую вам ее почитать потому что это дополнительная перспектива которую ну в общем-то полезно наверное знать мне кажется да короче следующая статья это конечно вообще прям целая история без нее можно было бы сделать блин какой-нибудь сторикаст вообще безумный вот дело в том что в США поймали мужика который живет спокойно своей семейной жизнью в Калифорнии и когда его поймали он признался в том что убивал людей ну типа он серийный убийца очень много людей и об этом знали все потому что его даже нанимали местные чтобы типа убить кого-нибудь и весь посыл этой статьи статьи это маленькие кусочки из книги которая называется The Devil's Harvest то есть типа урожай урожай дьявола вот ну по сути документальная книга и весь посыл книги заключается в том что те институции которые по сути ну делают государства типа полицейских там и прочих которые должны тебя защищать с этим не справляются и типа то есть как там типа найти вязать там всяких найти протестеров как бы да этому легко да а как вот типа уберечь людей от серийного убийца это мы это мы не умеем вот и суть в том что этот чувак типа когда его спрашивают типа сколько ты там убил людей вы знаете я буду с вами честен я убил многих очень многих то есть точно цифры он не сказал получается да и там типа счет идет на десятки то есть там чувак просто десятками людей валил и самое смешное что говорится что типа когда например там типа чувак спиздил какую-то большую груз как они люди знали что надо нанять его потому что они знали что он его точно найдет и точно убьет то есть они знали что вот вот этот все вокруг знали в округе что вот этот чувак это по сути ну хитман такой то есть пропадет и убьет сорок седьмой ну примерно да как бы и но при этом все знали что у него типа кодекс чести потому что например он не убивает женщин и детей так вот и многих людей кого он убивал он якобы считается типа что это люди которые издевались над своими женами над семьями сами были убийцами были бандитами ну это он сам себя оправдывал понятно ну такой да он себя считает санитаром леса типа у меня есть честь вот это все и прочее и в общем почитайте статья там очень много интересных подробностей кстати правда на английском но я прям вам советую там реально офигенный материал куча интересных вот прям целых историй о том как это все развивалось какие были герои что там типа про полицейских про всех блин мне прям очень понравилось и как я про мой вам дико советую потому что статья большая имейте ввиду это реально большая статья там ну у вас наверное на час чтения где-то так третья статья которую мы хотим вам посоветовать ее написал Семен Костин для сайта ДТФ это знаете вот список а че там по аниме он сделал офигенную подборку по волнам океан лучшее аниме про море и он ради что называется составление этого списка посмотрел кучу забытых работ кучу работ которые не очень известны кучу вещей которые не очень вообще хорошо даже переведены и так далее и так далее и так далее это шикарный лонгрид с очень большим количеством иллюстраций с очень большим количеством тайтлов и вы обязательно после этого лонгрид уйдете с пары тайтлов что называется себе на заметку очень советуем и всячески рекомендуем поркросса там есть море несколько себя не имею почему поркросса про море там уже больше про он про гидросамолеты ты что там же гидросамолеты там же самолеты ты что самолеты в первую очередь уже я до сих пор вышли с те стоит аниме про Надю я промочу хочу посмотреть и прям вот у меня уже даже скачано и лежит я прям хочу посмотреть как вам посмотреть однажды я обязательно посмотрю как он котенок блять можно пожалуйста кто нибудь сделает нам лицо Тимура на этом котенке внизу написано я обязательно поиграю во все игры и все посмотрю ну пацаны так или иначе спасибо большое что вы нас слушали спасибо большое что ждали две недели пока мы выйдем мы потихонечку заканчиваем подкаст под номером 195 но как вы знаете нас было уже более 230 на самом деле выпусков и как вы понимаете для нас уже превратилось во вторую работу для кого-то вообще в первую и это ну так скажем тяжело но мы все еще это делаем потому что нам очень нравится какой крутой у нас комьюнити я напоминаю что я ездил в Питер пришла куча народа все такие разные совершенно разнющие просто люди но все очень классные и офигенные мы знаем что на самом деле среди наших слушателей куча очень крутых людей так что спасибо большое что вы нас слушаете и спасибо вам огромное кто нас поддержит еще и финансово потому что это реально очень-очень важно для нас мы понимаем что если люди блин деньги за все за это платят мы реально собираем себя по кусочкам и знаете натягиваем улыбки и типа как в песне Сия прыгаем на люстру и начинаем на ней качаться для того чтобы он шандалей он шандалей прям вот именно так короче и в общем-то мы хотим поблагодарить наших патронов в первую очередь и тех людей которые нам заносят больше всех денег это в первую очередь 5D Trade Алекс Колов Алексей Кольцов Антон Серебренников Артем Логинов Артур Голиулин Денис Бондаренко Дмитрий Лобаков Евгений Петрунков Fapeningbook.com Funko PopRussia.com коллекционные фигурки в России fxfortrader.ru Героям Слава Григорий Яфа Илья Кузнецов Иван Ткачев Джаггер Меш Маринад Майк Брюханов Мистер Берни Мистер Валери Сколько у нас мистеров-то? Ник Сенсу Никита Стрельников Орех Панкотик Павел Петлич Павел Стариков Полониум Радамса Реплейгейм Кафе в Санкт-Петербурге Слава Украине Тию Джин Валерия Неборская Владимир Ходоков Владислав Ульянов Юрий Косарихин Зив Алексей Пазников Арсений Вайс Аугментированный апельсин Дмитрий Крабенков Крабенков Женя Тонев Михаил Аронов Ромочка Какашкин Сережа Шатальников Ярослав Хорищенко И я напоминаю вам, что мы на Патреоне периодически проводим розыгрыши среди наших патронов где, в общем-то, мы разыгрываем какие-нибудь там игры для Свеча для Плейстейшена для ПК иногда там разыгрываем всякие там Плейстейшен Плюсы и прочие вот такие штуки так что, если вы на нас подписаны если вам вдруг еще не повезло что-то выиграть ничего рандом вас обязательно выберет и обязательно вы что-нибудь выберете Спасибо вам, пацаны и девчонки что смотрели спасибо вам, что донатили давайте до следующего раза ну а наш ДТКД я напоминаю, что скорее всего мы его проведем в пятницу ну, либо в субботу посмотрим, следите за нашими социальными сетями там будут анонсики спасибо вам, что смотрели давайте до следующего раза всем пока пока счастливо